его нахмуриться, и ему пришлось прислониться к стенке экипажа. Убранство кареты было очень изысканным. Почти все пространство занимала платформа, накрытая толстым мягким матрацем, поверх которого была разложена летняя нефритовая спальная циновка 1. На стенках кареты были книжные полки и маленькие крючки, на которых висели курильницы для благовоний. В нише перед дверью стоял маленький столик и рядом же лежали его сапоги. На столике стояли кувшин с водой и две чашки. Один эта циновка сделана из крошечных плиток нефрита, между которыми остаются небольшие промежутки, способствующие циркуляции воздушного потока, так что спать на ней прохладнее, чем на ткани. Под ним была удобная нефритовая циновка, вокруг несколько подушек разных размеров, каждая из которых была тщательно завернута в подобную же нефритовую кольчугу. Муханьчжан слегка прищурился и протянул руку, чтобы поднять легкие занавески из газовой ткани. Рядом с каретой шагал красивый черный конь, а на нем восседал тот самый принц, который должен был уехать в армейский лагерь. Цзиньша ехал верхом на сях и в оживленном и приподнятом настроении. Прошлой ночью он сполна насладился жизнью, из-за чего встал поздно. Он не мог заставить себя разбудить крепко спящего Цзюньцина, поэтому он просто отнес супруга в приготовленную карету и передал все дела резиденции Дафу и управляющему Юн. Довольный собой, Цзиньша повез своего Ванфы в военный лагерь в 50 милях к югу от города. Внезапно он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Цзиньша повернул голову и увидел в окне кареты красивое лицо своего Ванфы. Поспешно махнув кучеру, чтобы тот остановился, он спрыгнул ссяхая и поднялся в экипаж. Проснулся, радостно рассмеялся Цзиньша, наливая чашку воды и протягивая ее супругу. Муханьчжан не принял ее, вместо этого он прислонился к стене кареты и молча смотрел на своего мужа. Кхекхем, не сиди там так равнодушно, под этим взглядом Цзиньша чувствовал себя неуютно. Он снял сапоги, подполз ближе, отбросил в сторону большую подушку и обнял своего Ванфы, у которого настолько болело все тело, что он позволил себя облокотиться на него. Пытаясь выслужиться, Цзиньша поднес чашку к его губам. Выпей немного воды, Юньсун скоро принесет завтрак. Куда ты меня везешь? Муханьчжан не сопротивлялся, что было довольно редким явлением, и выпил всю чашку. После этого он продолжил молча сверлить Цзиньша взглядом. Хе-хе, в моей армии не хватает доверенного советника, у тебя не так уж много дел в столице, почему бы тебе не отправиться со мной на юго-запад. Цзиньша смущенно почесал в затылке, отвернулся и налил еще чашку воды. Когда мужчина уходит на битву, его жена и дети не должны покидать столицу. Муханьчжан опустил глаза и посмотрел на протянутую ему чашку. Его руки лежали на подушке, и он медленно поглаживал пальцами круглые и гладкие кусочки нефрита. Насколько мне помнится, в резиденции как раз оставалась еще одна наложница, так что об этой традиции можешь не беспокоиться, гордо сказал Цзиньша. Сначала я собирался тайно вывести тебя из столицы. Трудно поверить, но вчера, когда я упомянул об этом отцу императору, он согласился. До тех пор, пока никто не знает, что ты мой Ван Фэй, все будет в порядке. Пыль, поднятая экипажем, окутала его высочество, все еще прижимавшего к груди собственные сапоги. Довольно жалкое зрелище. Цзиньша стоял посреди дороги в оцепенении и лишь по прошествии какого-то времени вспомнил о том, что ему все-таки стоило обуться. Он был выпнут из кареты своим Ван Фэй, не успев даже натянуть сапоги. Он в неверии повернулся к такой же позабытой и оставленной своим хозяином лошади. Сяхой уже порядком заскучал и начал обкусывать листву с растущих вдоль дороги деревьев. Заметив взгляд хозяина, он довольно грубо фыркнул, что прозвучало как полное ехидство смешок. Ты еще смеешь смеяться надо мной. Цзиньша осердито схватился Ахой за гриву и хорошенько потрепал его уши. У самого-то жены до сих пор нет. Вот обзаведешься, посмотрим, кому тогда будет смешно. Карета двигалась медленно, и к тому времени, когда они добрались до лагеря, уже наступили сумерки. Лагерь располагался на просторной поляне, окруженной высокими тополями. Палатки были аккуратно расставлены, горели огни в железных жаровнях, разгоняя тьму, а солдаты, вооруженные пиками, несли патруль. Ваше высочество, солдаты, стоявшие на вышке, увидали Цзиньша, едущего верхом на Сяхой, и поспешно подали знак людям внизу, чтобы те открыли деревянную ограду. Приветствуем, Ваше высочество, принц Чин. Несколько генералов в доспехах подошли и вместе преклонили колени в знак приветствия. Всем встать. Цзиньша спрыгнул с коня и похлопал по плечам коленопреклоненных вояк. Еще до того, как они поднялись, он отвернулся и пошел к экипажу. Он медленно приподнял занавеску. Цзиньцин, спускайся, затем заискивающе протянул руку. Очевидно, человек в экипаже не оценил этого жеста. Он поднял занавес и спустился вниз самостоятельно. Несколько офицеров и солдат наблюдали, как его высочество позвал необычайно красивого мужчину. Тот был одет в светло-голубые одежды с широкими рукавами и сильно выделялся среди людей в полном вооружении и униформе. Его утонченная аура ученого также совершенно не вписывалась в окружающую обстановку. Ваше высочество, кто это? Задавшему этот вопрос мужчине было около 30 лет. Он был высок ростом, крепок и выглядел довольно свирепо. Это мой военный советник, господин Цзиньцин, с улыбкой представил Цзиньцин своего супруга. Военный советник, генералы посмотрели друг на друга. Они никогда прежде не слышали, чтобы его высочество брал с собой военного советника, отправляясь на войну. Да и сейчас в стране не наблюдалось такого уж хаоса, чтобы военным лидерам необходимо было строить совместные планы и стратегии, чтобы принести мир и стабильность в страну. Взгляд Муханьчжана равнодушно скользнул по толпе, прежде чем он поднял руки и приветствовал их, накрыв кулак ладонью. Военачальники всегда недолюбливали ученых. Вполне естественно, что эти люди также питали некоторую враждебность к возникшему из ниоткуда военному советнику, поэтому он не принимал близко к сердцу холодные взгляды, устремленные на него. Цзин Ша слегка нахмурился, но на этот раз не стал ничего говорить, он познакомил своего Ван Фэй со всеми присутствующими по очереди. Лидером группы был Чжао Мэн, генерал Чжао. Из тех двоих, что стояли позади него, мужчина с холодным и невыразительным лицом был генералом левого фланга, а улыбчивый – генералом правого фланга. Ваше высочество не предупредили нас заранее, так что этот генерал не подготовил армейскую палатку для военного советника, сказал Чжао Мэн довольно презрительным тоном, оглядывая слабого и хрупкого на вид Муханьчжана с ног до головы. Мы можем только попросить военного советника потерпеть временные неудобства и для начала провести ночь в палатках солдат. Не стоит беспокоиться, военный советник может остаться в палатке с этим принцем, хоть Цзин Ша знал, что генерал Чжао намеренно создает проблемы для Цзюньцина, он великодушно предложил выход, как такой возможно, совершенно неприемлемо, чтобы посторонний оставался в палатке вашего высочества, резко возразил Чжао Мэн. У меня нет особых требований к месту отдыха, медленно произнес Муханьчжан мягким и спокойным голосом. Генерал не должен слишком беспокоиться об этом. Просто устройте для меня палатку, как сочтете нужным. Ха-ха, палатки солдат грязные и пахнет там далеко не цветами, как может такой благородный военный советник жить там. Если вы не возражаете, можете расположиться у меня, посмеиваясь, генерал правого фланга подошел ближе к Муханьчжану. Услышав эти слова, Цзин Ша разъярился. Он без обиняков огрел генерала по затылку. Даже, мать твою, не думай об этом. Военный советник останется с этим принцем. Сказав это, он больше не обращал внимания на окружающих. Взяв Муханьчжана за руку, он потащил его в самую большую палатку. Джаамын посмотрел им в спину, холодно фыркнул, развернулся и пошел прочь. Генерал правого фланга скривил губы и обратился к своему коллеге. Этот военный советник довольно хорош собой. С чего это старик Джаамын захотел поставить его в неловкое положение? Левый генерал бросил на него странный взгляд и молча отвернулся. Эй-эй, почему ты ушел без меня? Генерал правого фланга долго ждал, но так и не услышал ответа. Когда он обернулся, силуэт его товарища уже исчезал в темноте. Он поспешно бросился вдогонку. Палатка, приготовленная для принца, действительно была гораздо просторнее других. Поскольку стояло лето, на земле не было ковров, и холодный воздух, поднимавшийся ночью от земли, казался особенно прохладным и освежающим. На деревянном помосте стояла очень большая кровать, по ночам было холодно, поэтому нефритовые циновки не использовались. Вместо этого на кровати было расстелено мягкое и гладкое парчевое одеяло, и для Муханьчжана, у которого болело все тело, оно представляло собой невероятный соблазн. Увидев, что его ванфой, едва войдя в палатку, сразу же лег на кровать, Цзинша смущенно потер нос, присел рядом и медленно и осторожно помассировал талию Муханьчжана обеими руками. Все еще болит? Муханьчжан взглянул на него и сказал, может, вашему высочеству стоит в следующий раз испытать это на собственной шкуре, чтобы узнать ответ? Цзинша издал неловкий смешок, благоразумно заткнулся и осторожно продолжил разминать область между талией и бедрами Муханьчжана. Тонкая летняя одежда позволяла теплу кожи проникать сквозь ткань, а мягкий шелк отчетливо показывал прекрасные линии тела Муханьчжана. Большие руки Цзинша невольно скользнули немного ниже. «Завтра я устрою для себя отдельную палатку», — холодно сказал Муханьчжан, лежа на подушке и не глядя на Цзинша. «Об этом не может быть речи», — без раздумий отверг его идею Цзинша. Рука, которая только что ласкала мягкую и округлую полусферу, послушно вернулась к талии Муханьчжана. Где это видано, чтобы военный советник жил в одной палатке с принцем, Муханьчжан легонько зевнул. Карета постоянно тряслась, и он не мог хорошо отдохнуть, учитывая его ноющее тело. Теперь его охватила сонливость. «Военный советник должен всегда оставаться подле главнокомандующего, дабы они могли обсуждать военные вопросы в любое время», — уверенно заявил Цзинша. «Так было с незапамятных времен». Муханьчжан закатил глаза. Он прочел все исторические книги и никогда не слышал, чтобы существовала династия или эпоха, в которой действовало бы такое правило, но ему не хотелось спорить. Его талию попеременно разминали то легонько, то с нажимом, что приносило несказанное облегчение его ноющим мышцам, и он позволил Цзинша помассировать его тело некоторое время. Когда Цзинша подумал, что Муханьчжан уже заснул, тот вдруг тихо спросил, «Почему ты обманул меня прошлой ночью?» А, Цзинша застыл, почесал в затылке и сказал без особой уверенности, «Я вовсе и не обманывал. Просто мы вот-вот должны были отправиться в армию, и когда мы выступим в поход, то должны будем сохранить свою боевую мощь, так что в будущем нам будет очень трудно найти возможность побыть наедине. Хорошо, что ваше высочество это понимает. Отправляйтесь сегодня спать к генералу Джао». Когда Муханьчжан закончил говорить, он отвернулся, натянул на себя парчевое одеяло и больше не обращал никакого внимания на Цзинша. Цзиньцин жалобно позвал Цзинша. «Ваше высочество, вы уже легли спать? Если нет, приходите в центральную палатку и выпейте с нами», громко позвал Джао Мэн снаружи. Цзинша потер занывший лоб. Ему хотелось выругаться и прогнать Джао Мэна, но он не хотел потревожить своего супруга. Ему пришлось выйти из палатки. «Какого черта ты так шумишь? Этот принц устал. Сегодня я пить не буду», высказавшись, он хотел было вернуться в палатку. «Ваше высочество, подождите, этот генерал хочет с вами поговорить». Джао Мэну хватил Цзинша за рукав и оттащил его в сторонку. «Говори уже». Цзинша довольно нетерпеливо стряхнул руку генерала Джао. «Этот генерал не знает, где ваше высочество нашли этого военного советника, но путешествие на юго-запад будет очень трудным и опасным. Я боюсь, что его слабое тело не сможет этого вынести. Кроме того, он ученый, все знания которого – это теории, написанные на бумаге. Если он не понимает, что на самом деле означает война, его советы будут отданы вслепую. Этот генерал боится, что это может все испортить». Джао Мэн, эксперт по боевым искусствам, выразил свои опасения бесстрастным тоном. «Они отошли от палатки не дальше, чем на два шага, и Муханьчжан ясно все слышал. Это личное решение этого принца», – Цзинша нахмурился и вздохнул. «Я знаю, что сейчас ты не можешь с этим смириться, но тебе не стоит смотреть на людей с предубеждением. Я не буду просить тебя признать его прямо сейчас, мы поговорим об этом позже. Но запомни одно, мне стоило больших трудов уговорить господина Цзинь отправиться со мной. Даже если ты не примешь его, тебе не позволено делать ничего неуважительного по отношению к нему или подвергать его опасности. Если с ним что-нибудь случится, я так легко этого не прощу. «Це, да в самом-то деле, разве этому генералу пристало усложнять жизнь какому-то ученому, который настолько слаб, что и цыпленка не одолеет», – сказал Джао Мэн, чувствуя себя оскорбленным. Он холодно фыркнул. «Но если он попытается критиковать меня или командовать мной, не ждите, что я буду вежлив с ним. Ладно, ладно, перестань доставлять мне столько хлопот. Проваливай, этот принц идет спать», – Цзинша отмахнулся от него, как будто хотел отогнать муху. «Ваше высочество, вы правда не собираетесь пить?» Джао Мэн сделал пару неуверенных шагов прочь, после чего обернулся и уточнил. Увидев, что Цзинша заносит ногу, чтобы спровадить его пинком, он поспешно убежал. Дождавшись, когда генерал Джао скроется из виду, Цзинша бросил печальный взгляд на палатку. Он не осмеливался сейчас войти внутрь, так что ему оставалось только бесцельно бродить по лагерю. Ночью в армейском лагере было очень тихо, солдаты, патрулировавшие территорию, едва ли перекидывались словом двумя, так что голоса трех генералов в центральной палатке, играющих в угадайку пальцами один, слышались особенно отчетливо. Все трое сражались вместе с Цзиншао против гуннов. Они привыкли к дикой и необузданной жизни в пустыне. Даже сейчас, под стенами столицы, они не знали, как проявлять сдержанность. Цзиншао подумал, что ему стоило бы немного их помуштровать. Он покачал головой и побрел дальше. Один веселая и незамысловатая китайская игра для застолья, в которую обычно играют два человека. Игроки пытаются угадать, сколько пальцев будет раскрыто на четырех руках двух людей. Можно назвать 0, 5, 10, 15 или 20, можно только полностью раскрывать ладонь, либо сжать ее в кулак. Игра похожа на камень, ножницы, бумага. Игроки выкрикивают вслух предполагаемое число и одновременно либо раскрывают ладони, либо сжимают кулак. Сжатый кулак это 0, открытая ладонь, 5. После этого пересчитываются пальцы, и если игрок назвал правильное число, он выиграл. Проигравший, тот, кто не угадал, пьет. Если оба человека оказались правы, либо оба ошиблись, никто не пьет, и игра продолжается. Нападение на юго-западное вассальное государство случится теперь на три года раньше, чем в его прошлой жизни, и преимущества, которыми он обладал, были совершенно очевидны. Генерал Чжин Дун, который постоянно бодался с ним, был отправлен к старшему принцу в качестве подкрепления. Отец-император не стал посылать никого, кто мог бы оспорить авторитет Цзинша, так что у принца были развязаны руки. Но сейчас ему предстояло решить множество проблем, и он не знал, с чего начать. Ик-к-к-к, Сяхэй, который жевал корм в конюшне, увидел своего хозяина и поднял голову, приветствуя его. Цзинша очнулся от своих мыслей. Ноги сами привели его к конюшне. Он встал перед яслями Сяхэя и погладил его большую черную голову, которая почти сливалась с окружающей тьмой. Сяхэй недовольно помотал головой, отошел в сторону и продолжил жевать траву. Мало того, что Ванфэй вышвырнул его из палатки, теперь даже его собственный конь не желает с ним водиться. Цзинша схватил Сяхэй за ухо и сказал, хватит набивать брюхо. Этому принцу негде спать, а ты тут наедаешься в свое удовольствие. Сяхэй поднял голову, продолжая меланхолично жевать траву и листья, и уставился на своего хозяина большими черными глазами. Поскольку Сяхэй был любимым конем его высочества, смотритель каждый день готовил ему свежую траву, которая была намного лучше сена, предназначавшегося всем остальным лошадям. Привыкнув к тому, что Цзинша треплет его за уши, Сяхэй продолжал громко жевать. Цзинша и Сяхэй долго смотрели друг на друга, но принц не смог переиграть в гляделке собственного коня и вынужден был сдаться. Усевшись на ограждение стойла и облокотившись на деревянный столб, Цзинша подобрал стебелек травы и попробовал его на вкус. Травяной сок был горьким, и только белая сердцевинка стебелька отдавала сладостью. Он не мог понять, почему Сяхэй ел эту траву с таким наслаждением. Сяхэй, как только эта война закончится, я найду тебе жену, Цзинша задумчиво посмотрел в небо. Луна за пределами столицы казалась особенно яркой и холодной. Никогда в своей прошлой жизни он не наслаждался луной так неторопливо, тогда каждый его день был занят размышлениями о стратегическом размещении солдат, армейской подготовке, обучении боевым искусствам и захвате трона. Он дожил только до 30 лет, но эти три десятилетия были невероятно утомительными, выматывающими и бесплодными. Не стоило оно того. Он протянул Сяхэю стебелек, который держал в руке, тебе нужен жеребец или кобыла. Сяхэй посмотрел на одинокую травинку в руке своего хозяина, фыркнул облачком горячего пара, отвернулся и пошел спать. Цзинша, полностью проигнорированный своим конем, покинул конюшню и прокрался обратно в свою палатку. Мужчина на кровати лежал боком, одна его рука выглядывала из-под парчевого одеяла. Его поза отдавала невыразимым изяществом, похоже он немного ворочался после ухода Цзиншаа. Цзиншаа тихонько снял верхние одежды, приподнял уголок одеяла и ужом скользнул внутрь. Муханьчжан немного отодвинулся, однако не проснулся, будто уже привык к присутствию Цзиншаа. Уголки губ Цзиншаа приподнялись в улыбке. Осторожно вернув открытую ночному холоду руку супруга под одеяло, он медленно потянулся к мужчине и робко обнял его. И мынын, тот издал легкий стон, заставивший Цзиншаа вздрогнуть. Он помедлил мгновение и, убедившись, что Муханьчжан все еще не проснулся, осторожно подоткнул ему одеяло, а затем удовлетворенно уткнулся лицом в шею своего ванфы. Глубоко вдохнув слабый аромат, исходящий от Цзиньцина, Цзиншаа потерся кончиком носа о его шею и наконец закрыл глаза. Тело Цзиншаа пребывало в добром здравии. Он мог заснуть сразу же, как только его голова касалась подушки, поэтому для него осталось тайной, что губы мужчины в его объятиях сложились в легкую улыбку. На следующее утро Муханьчжан проснулся рано, так как накануне ему удалось поспать достаточно долго. Солнце освещало палатку, и на белой ткани отчетливо виднелись узоры. После минутного недоумения он вспомнил, что находится уже не в поместье принца Чина, а в военном лагере. Человек рядом с ним все еще крепко спал, довольно посапывая. Горячее дыхание обдавало шею, от чего несколько прядей волос скользили вверх и вниз по его коже, вызывая щекотку. Муханьчжан сменил положение, повернувшись к Цзиншаа, и посмотрел на его спящее лицо. Он думал, что пройдет несколько месяцев или даже лет, прежде чем он снова увидит этого человека. Было бы ложью сказать, что он не испытывал грусти. Он уже даже составил план действий. Если бы Цзиншаа не вернулся спустя несколько лет, то Муханьчжан сам отправится бы в приграничное к местам боев селения, чтобы заняться бизнесом. Но он совершенно не ожидал, что этот парень уже все продумал. Он потыкал пальцем в высокую переносицу мужа, слегка прищурившись. Он не сердился на Цзиншаа за эту маленькую выходку. Он уже давно принял обстоятельства, в которых оказался. Просто до сих пор он не привык к этой черте его характера. Цзиншаа почувствовал, как что-то щекочет его нос, и сонно разлепил глаза. Увидев перед собой изящный пальчик, он открыл рот и куснул его, лизнув гладкую подушечку. Муханьчжан убрал руку и спокойно наблюдал, как глаза Цзиншаа обретают фокус и ясность. Ха-ха, Цзиньцин, ты уже проснулся. Цзиншаа сделал вид, что совершенно не помнит о том, что вчера его послали спать к какому-то упрямому и пропахшему потом генералу. Он осторожно потянулся к своему ванфу и поцеловал его в мягкие губы. Еще очень рано. Я пойду на тренировку. Я позавтракаю с тобой после упражнений. Цзиншаа не стал дожидаться, когда его супруг начнет задавать ему вопросы. Он вскочил, надел белую тренировочную рубаху, умылся и выбежал из палатки. Муханьчжан неторопливо сел и понаблюдал за Цзиншаа, который выглядел так, словно сбегает, поджав хвост. С его губ невольно сорвался смешок. Муханьчжан тоже не собирался задерживаться в постели, поэтому он встал и тщательно оделся. В их палатке стоял изящный деревянный сундук, который вчера выгрузили из кареты. Большую часть содержимого составляла его одежда и другие бытовые предметы. Похоже, Цзиншаа действительно начал готовиться к этому довольно давно. Молодой господин уже проснулся. Юньсун пришел, чтобы предложить утренний чай. Увидев, что Муханьчжан аккуратно одет, он быстро принес воды, чтобы тот умылся и прополоскал рот. Они не могли позволить никому обнаружить, что Муханьчжан был ванфой принца чина. Но в то же время он не был военным, поэтому Юньсун не мог называть его Цзинши-2, так что вместо этого обращался к нему молодой господин. Два особый титул, который добавлялся при обращении к военному советнику. Ты тоже участвуешь в этой кампании? Муханьчжан взял у Юньсу на полотенце и вытер лицо. Обычно такого юного мальчика-слугу, как Юньсун, нельзя было брать на войну. Этот слуга пробудет в лагере всего полмесяца, чтобы выполнять поручения его высочества и молодого господина. Как только армия будет готова выступить, я вернусь в поместье. Юньсун улыбнулся и продолжил. Вчера Юньчжу так расшумелся, он хотел пойти с нами, но его высочество не позволил. Ты знаком с армейским лагерем? Муханьчжан слегка кивнул на его объяснение и сделал глоток чая. В этом армейском лагере находятся личные солдаты его высочества. Этот слуга уже бывал здесь несколько раз, честно ответил Юньсун. Выслушав его, Муханьчжан слегка нахмурился и поднял руку, чтобы отодвинуть занавес. Его тут же окутал запах влажной поутру земли, подняв настроение. В таком случае ты можешь сопровождать меня на прогулке по лагерю. В это время большая часть солдат отправилась на тренировочный полигон для тренировки. Лишь те, кто был на дежурстве, остались в казармах. Огонь в железных жаровнях уже был потушен, и от них поднимались клубы дыма. По словам Юньсуна, в этом лагере находилось более 5000 человек, и все они принадлежали к войскам Цзиншаа. Обычно они размещались не здесь, а в Цесине, который находился в сотне миль отсюда. Цзиншаа превратил этих людей в элитных бойцов и возглавил их в битве против гуннов. Вернувшись с северо-запада, он показал свою военную мощь. Император оказал ему особую милость и в дополнение к 5000 человек даровал принцу Чину большую территорию Цысянь. Когда речь зашла о Цысянь, Муханьчжан вспомнил, что Цзиншаа предложил ему сотню мухороших сельскохозяйственных угодий взамен на его пустырь. Слуги, которые ходили осматривать земли, которые его высочество предложил в качестве возмещения, говорили, что они очень плодородны и что деревня хорошо обустроена. Частенько солдаты помогали селянам возделывать поля, и оказалось, что эта территория находилась совсем рядом с армейским лагерем Цзиншаа. Брат Ван, почему каша становится все жиже и жиже? Два солдата, пыхтя и отдуваясь, несли большой котелок, прежде чем поставить его на площадку посреди четырех казарм. А разве вам не досталось паровых булочек? Хорошо, что у нас вообще есть каша. Тот, кого солдаты называли брат Ван Ир, вынес большую корзину дымящихся булочек и поставил ее рядом с котелком. Муханьчжан, ведомый любопытством, подошел поближе. Все трое как-то странно посмотрели на него и переглянулись. Прошлой ночью в казарме распространился слух, что его высочество привез с собой очень красивого военного советника, и они даже спали в одной палатке. Излишне говорить, кем именно был тот человек. Цзинши встал так рано, когда Ван Ир увидел, что за Муханьчжаном следует личный слуга его высочества, он не мог притвориться, что не замечает мужчину, поэтому вежливо поздоровался. Муханьчжан слегка кивнул и спросил мягким тоном, это то, что солдаты едят на завтрак, почему нет других блюд? Сейчас он был просто военным советником, который был голословно назначен Цзинша, то есть номинальным военным советником, который использовал какие-то подозрительные методы, чтобы занять этот пост. Он считался всего лишь стратегом и не имел никакого официального положения, поэтому не мог вести себя слишком высокомерно с этими солдатами. Эй, если мы можем есть досыта, этого вполне достаточно. Какой солдат будет привередничать и требовать разнообразия? Два рядовых солдата позади Ван Ира обменялись взглядами. Мне еще нужно доставить еду. А Цзинши может продолжить свою прогулку. Солдаты, которые несли котелок, тоже хотели что-то сказать, но перед чистым и опрятным военным советником они чувствовали себя несколько неловко. Вытерев руки о фартуке, они последовали за Ван Иром и вскоре исчезли из поля зрения Муханьчжана. Брат Ван Ир, военный советник так хорош собой, неужели все действительно так, как толкуют, что его высочеству он приходится на ложь, ша-ша-ша. Не болтай глупостей средь бела дня, Ван Ир быстро заткнул солдату рот. Когда Муханьчжан вернулся в палатку, Цзинша уже успел помыться и теперь ждал его за столом. Завтрак его высочества был не намного богаче, чем у обычных солдат. Всего лишь дополнительная тарелка жареных овощей да тарелка арахиса. Только увидев, что Муханьчжан слегка нахмурился, Цзинша понял, что его супруг, возможно, не привык к такой еде. С питанием в армейском лагере всегда была беда, сказал он немного виновата. Если тебе не по вкусу, я прикажу повару из нашего поместья отправиться с нами. Мы должны есть то же самое, что и другие солдаты. Муханьчжан сел за обеденный стол и взял свою чашку. Я просто немного удивлен. На этот раз министерство доходов не обсчитало вас серебром, почему же лагерь до сих пор в таком состоянии? Серебро? Цзинша откусил кусочек еще горячей паровой булочки. В армии так много людей, сколько бы серебра там ни было, его все равно не хватит. Боясь, что Цзинша прикусит язык, если продолжит говорить во время еды, Муханьчжан поджал губы и больше ничего не сказал. Однако про себя он решил, что стоит проверить армейские счета в ближайшее время. Проблема заключалась в том, что солдаты и офицеры плохо питались, но если кто-то будет растрачивать армейские средства сверх меры, то когда основные силы армии отправятся в путь и министерство доходов пошлет кого-то с проверкой, у них возникнут трудности. Ваше высочество, ваше высочество, беда. Внезапно к их палатке подбежал солдат и громко крикнул. Сяхый, похоже, заболел. Сяхый? Цзинша побледнел, поставил миску и палочки и выбежал из палатки. Прошлой ночью Сяхый был в полном порядке, как он мог заболеть к утру. Ваше высочество, муханьчжан посмотрел на оставленную принцем еду, беспомощно вздохнул и тоже направился в конюшню. Игтх. Цзинша и серди торжал в своем стойле. Корм был разбросан по земле и растоптан его копытами. Смотритель сидел на корточках сбоку, прикрывая живот. Очевидно, Цзинша и лягнул его. Такой энергичный, разве так выглядят больные? Цзинша приказал солдатам, которые пытались успокоить Цзинша, убраться с дороги. Использовав в качестве опоры деревянный столб, он вскочил на спину лошади и схватил поводья Сиахая, ик-кх. Сиахай тут же встал на дыбы и заржал. Поняв, что это был хозяин, он наконец перестал метаться из стороны в сторону и выдохнул горячий воздух, но все равно продолжал нервно перебирать копытами. Цзюньцин, не подходи сюда, опасаясь, что Сиахай атакует Муханьчжана в своем безумии. Цзинша быстро остановил супруга, который зашел в конюшню. В это время подоспел Джаамын и, увидев стоявшего здесь Муханьчжана, усмехнулся. Да, было бы нехорошо, если бы кто-то столь хрупкий получил удар лошадиным копытом. Джаамын, заткнись. Цзинша впился взглядом в генерала Джаа, который говорил все, что вздумается. После того, как Сиахай успокоился, Цзинша спрыгнул с лошади и посмотрел на беспорядок в конюшне. Он спросил смотрителя, скорчившегося на земле, что здесь произошло. Отвечаю вашему высочеству, этот слуга встал поздно сегодня утром и не успел нарвать свежие травы для Сиахая, поэтому принес ему немного сена. Но как только он съел всего один пучок сена, его вырвало, и он начал сходить с ума, ответил смотритель, опустившись на колени. Он боялся, что его высочество возложит всю вину на него и это будет стоить ему головы. Эта лошадь настолько придирчива в еде, вы не должны баловать этих животных. Хоть Цзинша отругал генерала Джаа, тот не воспринял это всерьез. Он вышел вперед, чтобы похлопать Сиахая по ноге и повернулся к Муханьчжану. Почему военный советник до сих пор стоит так далеко? Если вы собираетесь на войну, вам не к лицу робить, точно юной деве, впервые переступившей порог своего дома. Муханьчжан проигнорировал генерала Джаа, который, очевидно, захотел высмеять его. Он сделал несколько неторопливых шагов вперед и остановился перед яслями. Он внимательно осмотрел их содержимое и слегка нахмурился. Взяв немного сена, мужчина обратился к смотрителю. Все ли лошади в этой конюшне едят такой корм? Смотритель не понимал, почему военный советник спрашивает об этом. Он взглянул на его высочество и ответил, что это не так. Он боялся, что Сиахаю не понравится обычное сено, поэтому он использовал новый корм, который был приготовлен для одного лишь Сиахая. Корм был не совсем сухим, половину его составляла зеленая трава, так что вкус должен был быть немного лучше, чем у сена. Цзюньцин, что-то не так. Цзинша заметил что-то неладное и взглянул на Муханьчжана. В этом корме подмешана волчья отрава. Муханьчжан отдал траву, которую держал в руке Цзинша. Цзюньцин тоже поднял пучок травы из яслей, чтобы осмотреть ее и спросил, какая еще волчья отрава? Разве это не обычная степная трава? Цзинша посмотрел на переданное ему растение. Наполовину высохшие листья все еще сохраняли темно-зеленый цвет и были чуть шире, чем стебли степной травы. Когда он провел по ним пальцем, они не порезали его кожу. Лошади с рождения могли распознавать ядовитые травы. Если они не голодают, то не притронутся к ним. Сяха и хорошо наелся прошлой ночью, поэтому он, естественно, не позволит себе есть яд. Позовите сюда генерала левого фланга. Цзинша нахмурился. Не в характере Цзюньцина было делать подобные заявления, если он не был полностью уверен в своих выводах. Генералы левого и правого флангов бросились к конюшне в тот же миг, когда услышали, что с лошадьми что-то стряслось. Я видел волчью отраву в Сычуане. Это растение не похоже на нее, вмешался Чжао Мэн, увидев, что выражение лица его высочества помрачнело. Волчья отрава могла серьезно навредить желудку коня, заставляя его мучиться от невыносимой боли. Кто будет использовать столь жестокий метод, чтобы вывести лошадь из строя? То, что растет в провинции Сычуань, называется аконитом, это одна из разновидностей волчьей отравы, которая растет на лугах и отличается более длинными листьями, бесстрастно поправил генерал левого фланга. Он всегда любил лошадей и уделял особое внимание их корму. Икккх, фыркнулся Хэй, будто соглашаясь со словами генерала. Цзинша успокаивающе погладил его большую черную морду и сказал глубоким голосом. расследовать спустя пару часов смотритель лошадей управляющий фуражным складом и солдаты что должны были сопровождать и охранять в пути припасы и фураж были доставлены в палатку его высочество ваше высочество этот слуга невиновен ах закричали они опускаясь на колени и кланясь отравление боевых коней было тяжким преступлением караемым смертной казнью ваше высочество этот генерал проверил в новом корме который доставили на склад присутствует небольшое количество волчьей отравы доложил генерал левого фланга вам есть что на это сказать генерал правого фланга подошел к преклонившим колени солдатам с ухмылкой за отравление боевых коней лишают головы если никто не признается обезглавит вас всех простите ваше высочество но этот слуга действительно не причем последовали утверждения и заверения фураж был доставлен только вчера склад находился в стратегически важном месте и никто из посторонних к нему не приближался конвой и отвечали только за транспортировку припасов и не видели по пути ничего подозрительного обвинение в адрес смотрителя было бы еще более несправедливым он отвечал только за то чтобы взять часть доставленного корма и отнести его лошадям он не смог бы подмешать ядовитую траву ко всем запасам каждый оправдывал себя но все они были здесь потому что ядовитая трава не могла сама попасть в корм раз уж никто не сознался казнить всех джамын махнул рукой если происходило нечто подобное необходимо было разобраться с подозреваемыми дабы устрашить остальных зин ша нахмурился он не считал что это было сделано кем-то из его солдат отравитель хотел лишить их лошадей ничего подобного в его прошлой жизни не случалось но теперь это произошло причем именно сейчас когда они временно остановились на окраине столицы однако на протяжении всего процесса доставки фуража никаких проблем не возникало так откуда же взялась эта ядовитая трава подождите внезапно вмешался муханчжан который все это время молча сидел в стороне и наблюдал за происходящим он не позволил стражникам забрать людей из палатки это дело еще не расследовано досконально этих людей нельзя пока казнить военный советник у нас тут действует военный закон вы вступаетесь за них может ли быть так что вы кого-то прикрываете джамын терпеть не мог эту вечную манеру ученых разводить дискуссии откладывать принятие решения расследовать расследовать чего тут расследовать если это расследование затянется еще на день весь лагерь будет подвержен опасности если бы такое случилось во время битвы они должны были бы разобраться с этим как можно скорее если просто убить всех подозреваемых то и проблем никаких не будет беда случилась сразу же после того как военный советник прибыл в лагерь очень подозрительно услышав слова генерала все окружающие стали бросать на мухань чжана странные взгляды генерал чжа так торопится убить их неужели вы что-то скрываете парировал мухань чжан переворачивая страницы книги учета припасов и фуража джамын с трудом удержался от проклятий мухань чжан закрыл книгу он не собирался отпускать генерала так легко мужчина продолжал анализировать ситуацию лагерь строго охраняется кто-то кто осмелился испортить припасы и фураж наверняка занимает очень высокое положение и обладает возможностью обойти правило пара глаз черных словно тушь смотрела прямо на генерала чжа будто видела его насквозь джамын был так взбешен что его чуть не вырвало кровью все его лицо стало темно-красным даже борода и бакенбарды задрожали господин цинь даже не назвал никаких имен что это ты так разволновался глядя на эту суматоху генерал правого фланга не возражал подлить масла в огонь генерал левого фланга был все так же бесстрастен и молчалив дзин ша приложил кулак губам хотя он и знал что не должен этого делать но не смог сдержать пары смешков ваше высочество чин считает что мы должны сначала взять этих людей под стражу и вынести вердикт лишь после того как все прояснится мухань чжан встал и чуть поклонился дзин ша накрыв кулак ладонью раз таково ваше мнение почему бы вам самому не расследовать это дело сказал джамин указывая на мухань чжана губы мухань чжана сложились в легкую улыбку почему бы нет тогда мы должны установить ограничение по времени три дня прекрасно если вы не сможете прийти к заключению в течение трех дней то разделите их участь джамин повысил голос возмущенный равнодушным и спокойным поведением мухань чжана тогда я надеюсь что генерал чжа не будет вмешиваться тон мухань чжана не претерпел никаких изменений его голос был мягким и спокойным и звучал более убедительно чем громкие вопли генерала чжа хмпф если так хотите отправиться с ними в тюрьму валяйте джамин был так зол что чуть не подпрыгивал на месте хотя этот советник ему и не нравился он не стал бы заходить так далеко чтобы создавать ему препятствия в расследовании нужно подписать военный приказ мухань чжан взглянул на него и подумал про себя что возможно генерал чжа в глубине души был не таким уж нахалом он велел юнь суну принести кисти бумагу и написал военный приказ смелым и изысканным калли графическим почерком он подписал его словами дзюньцин юнь сун взял военный приказ и отнес его джамину генерал чжа взял кисти даже не взглянув на содержание приказа в два жирных розчерка написал свое официальное имя после чего схватил стоявших на коленях людей развернулся и ушел мухань чжан аккуратно свернул военный приказ и протянул его цзинша после того как все ушли цзинша обнял своего ванфы ты уверен что сможешь докопаться до истины мгновение назад когда дзюньцин противостоял нападкам джамина он был великолепен он демонстрировал свои способности будто вынимал из ножен драгоценный меч ханчжан один и дзинша был опьянен этим зрелищем один напоминаю великий маркиз севера мудзинь дал своим детям имена в честь девяти сокровищ дзинша обнял супруга и усадил его к себе на колени непривычный к этому мухань чжан слегка поерзал это всего лишь предположение полной гарантии нет джамин просто глупец нет нужды опускаться до его уровня когда цзинша услышал его ответ он нахмурился и невольно забеспокоился военный приказ обязателен к исполнению если к тому времени настоящие виновники не будут найдены ситуация будет скверной то что я написал в качестве подписи было просто символами а не моим именем законы и правила нашей страны предписывают что в военном приказе необходимо указывать полное имя данное при рождении иначе он будет считаться недействительным сказал мухань чжан тихонько рассмеявшись дзинша на мгновение остолбенел а потом сглотнул он сказал себе что ему лучше не провоцировать своего ванфы мухань чжан приказал следить за тем чтобы это дело не было предано огласке и тщательно проверил все бухгалтерские книги лагеря вечером дзинша вернулся с тренировки войск и принял ванну затем он подошел к столу мухань чжан положил перед собой большую стопку бухгалтерских книг и спокойно читал их при свете свечи дзинша небрежно пролистал книги они касались не только припасов и фуража но и оружие военной формы палаток размещения войск и так далее а их то зачем читать недоумевал дзинша разве тебе не нужно просто проверить рацион и фураж я все равно хотел взглянуть на бухгалтерские книги армии и раз уж выдалась такая возможность я воспользовался ею чтобы просмотреть все мухань чжан перевернул страницу и взял кисть чтобы написать несколько слов на лежащим рядом листке бумаги ну это ведь не так уж и срочно ты можешь взглянуть на них в любой момент дзинша наклонился вперед и поднял супруга на руки уже поздно займешься ими завтра я хочу просмотреть эту книгу до конца за протестовал мухань чжан брыкаясь нет уж этот принц хочет спать военный советник должен составить ему компанию в постели сказал дзинша и бросил мухань чжана на широкую кровать прежде чем забраться туда самому и упасть на супруга сверху из-за веса мужчины мухань чжан едва мог дышать он высвободил руку и попытался оттолкнуть его вдруг рядом с палаткой раздались шаги патрулирующих солдат он быстро прижал дзинша к себе не давая ему пошевелиться он вспомнил что прямо сейчас в палатке горели огни и все что происходило внутри было видно людям снаружи дзинша был прижат к груди своего ванфы разделенной лишь тонкой летней одеждой его подбородок упирался в маленькую горошинку поэтому он осторожно потерся им им и нын мухань чжан сердито зыркнул на него затем повернул голову и задул свечу рядом с кроватью дзин цин глаза дзинша удивленно распахнулись его ванфы взял на себя инициативу задуть свечу сегодня он явно искушает его ах поэтому принц быстро скинул верхнюю одежду и стал искать эти мягкие губы а найдя припал к ним в поцелуе мухань чжана поцеловали без предупреждения и он попытался оттолкнуть мужчину решившего пошалить однако силы казалось покинули его этот человек стал еще смелее и запустил руку под нижнюю рубашку мухань чжана лаская его гладкую грудь ух мухань чжан был возбужден и начал дрожать когда рука дзинша скользнула к его нижнему белью он больше не мог этого выносить и подняв ноги уперся ими в живот мужчины и резко оттолкнул его от себя дзюн цин дзинша был отброшен прочь и с недовольным ворчанием вскарабкался обратно к мухань чжану не все свечи погашены солдаты могут увидеть мухань чжан нахмурился и указал на медный подсвечник перед столом в котором потрескивали восемь свечей дзинша шустро вскочил одним махом задул свечи затем нырнул под одеяло и прижал мухань чжана груди неужели ваше высочество забыли что сами сказали позавчера мухань чжан натянул одеяло чтобы укрыться вы должны сохранить свои силы для битвы а завтра вам еще рано вставать так что лучше лечь спать пораньше он говорил мягким голосом совсем как верно подданный дающий совет своему принцу как будто это было совершенно очевидное и логичное в данной ситуации развитие событий дзин цин когда дзинша услышал упоминание его позавчерашних слов он тут же растерял свой был но что он мог поделать он уткнулся лицом в грудь мухань чжана и закрыл глаза как будто уже заснул он думал что последствия его обмана будут препятствовать ему только одну ночь как он мог ожидать что его ванфы решит отомстить вот так дзинша оставалось лишь покрепче прижать его к себе немного потереться щекой и спать трехдневный срок приближался к концу мухань чжан казалось совсем не волновался он просто каждый день просматривал бухгалтерские книги в палатке принца и время от времени ходил осматривать казармы о чем тебя сегодня спрашивал военный советник генерал правого фланга остановил солдата который направлялся на обед и задал ему этот вопрос ему было чрезвычайно любопытно как этот господин дзин сумеет отыскать преступника за три дня военный советник спросил меня когда мне было выдано обмундирование и как часто нам дают мясо честно ответил солдат обмундирование мясо генерал правого фланга был совсем сбит с толку какой это имеет отношение к ядовитой траве он отпустил солдата и поймав еще одного задал ему тот же вопрос военный советник спрашивал как часто я посылаю письма своей семье и кто пишет их для меня прямо и с улыбкой ответил высокий солдат военный советник также сказал что поскольку мои ответы ему очень помогли я могу обращаться к нему в следующий раз когда мне понадобится написать письмо это был военный советник самого принца чина его каллиграфия несомненно намного лучше чем даже у ученого из его родной деревни его старая мать могла бы взять его письмо и показывать соседям услышав это генерал правого фланга пришел в еще большее замешательство какое это вообще имеет отношение к делу неудовлетворенный он поймал еще нескольких солдат но вопросы которые им задавали были тривиальными пустячными из совершенно не связанными с расследованием генерал левого фланга подошел к своему ошеломленному коллеги и похлопал его по плечу обед как думаешь чего пытается добиться военный советник с горечью спросил правый генерал генерал левого фланга безстрастно повернулся и ушел я поем первым и и подожди меня правый генерал поспешно погнался за ним еду им приносили одновременно и если он опоздает то этот парень слопает все в одиночку три дня пролетели в мгновение ока джамин встал рано утром и ждал в центральной палатке чтобы увидеть как так называемый военный советник выставит себя дураком более того зная что не сможет победить ученого в словесной битве генерал джа перетянул на свою сторону генералов левого и правого фланга а также нескольких других военных офицеров в центральной палатке высокопоставленные офицеры обычно обсуждали тактику и отдавали военные приказы она была примерно такого же размера как палатка цзинша но в ней не было кровати цзинша сидел на высоком помосте и взирал сверху вниз на этих безжалостных людей на джамы на он смотрел с сочувствием муханьчжан сидел рядом с цзинша в его руки был черный веер из гусиных перьев которые обычно держали все военные советники в учебниках истории вчера генерал правого фланга лично преподнес ему этот веер и он же поведал муханьчжану об этой традиции военный советник трехдневный срок уже вышел старый джа пришел послушать мудрое мнение военного советника джамын вывел подозреваемых которых он держал в тюремных камерах и возвестил зычным голосом стоя посреди палатки генерал выглядит встревоженно как и ожидалось муханьчжан дважды обмахнул себя веером из гусиных перьев и окинул бородатого вояку беспечным взглядом похоже тот и впрямь не сделал и шагу за пределы военной тюрьмы за последние три дня хотя все солдаты отвечающие за охрану тюрьмы исправно снабжались едой и питьем генерал джа не мывшийся три дня выглядел неряшливо особенно по сравнению с муханьчжаном на ком были безупречно белые одежды когда этот безразличный но слегка презрительный взгляд скользнул по нему генерал джа который никогда особо не беспокоился о мелочах почувствовал себя неуютно он вытер лицо рукой и сказал не тратьте слов мы подписали военный приказ поторопитесь и скажите нам кто преступник губы муханьчжана мягко изогнулись и он медленно направил веер на людей стоявших на коленях под платформой все они преступники и в то же время все они невиновны это еще что значит джа мэн ничего не понял молодые военные офицеры тоже были озадачены офицер пехоты тихонько поинтересовался у генерала правого фланга что он узнал после вчерашних расспросов в ответ он лишь увидел как скривилась лицо правого генерала вчера военный советник долго водил его кругами ничего толком не сказав но все равно прихватил перьевой веер который он приготовил в качестве взятки я сказал что все они невиновны потому что не они добавляли ядовитую траву так как волчья отрава была смешана с сеном до того как конвойры ее получили муханьчжан сделал два легких взмаха веером наслаждаясь мгновенной переменной выражений на лицах всех людей под платформой когда имеешь дело с этими бестолковыми вояками нельзя быть прямолинейным иначе ничего не получится напротив нужно было намеренно усложнить процесс чтобы они придавали его словам большое значение военный советник обладает великой прозорливостью первым закричал смотритель лошадей радостно поклонился муханьчжану его дух был почти сломлен с тех пор как лошадь его высочество обезумела однако после слов военного советника по крайней мере его голова могла уцелеть остальные быстро последовали его примеру однако муханьчжан сделал паузу ядовитую траву провезли в лагерь хранили на складе и дали лошадям ни один из этих людей не обнаружил ядовитую траву в корме так что они должны получить наказание услышав это отбивавшие поклоны подозреваемые покрылись холодным потом но в то же время почувствовали облегчение они избежали смертной казни но все же будут наказаны что ж пока они останутся живы все остальное не имело значения значит торговец фуражом случайно срезал ядовитую траву и она оказалась в корме по ошибке генерал правого фланга задал еще один вопрос длиннолистая волчья отрава растет на северо-западных лугах откуда ей взяться на окраинах столицы джамин припомнил слова левого генерала о волчьей отраве было очевидно что он не верил объяснениям муханьчжана муханьчжан покачал головой разумеется это не было случайностью кто-то намеренно хотел отравить боевых коней главные силы нашей армии еще не выступили в поход если лошади будут отравлены мы могли бы просто купить новых это никак не повлияет на ход войны кто мог совершить такой бессердечный и безнравственный поступок джамин указалось что военный советник несет откровенную чепуху а вот об этом мы должны спросить у песцов которые ведут счета в этом лагере муханьчжан сделал глоток чая из чашки на столе песцы невольно переспросил тзинша внимательно слушавший своего супруга прошлой ночью он долго приставал к тзюньцину но тот не только не рассказал ему о реальном положении дел но и не давал ему утолить голод что заставляло тзинша горячиться и беспокоиться всю ночь песцы выполняли обязанности поведения учетных записей лагеря они следили за переброской войск отвечали за написание писем и так далее это были государственные служащие которые помогали в административной работе военная система была довольно проста и на пять тысяч человек в армейском лагере приходилось в общей сложности четыре песца за исключением тех случаев когда речь шла о написании писем и отправке приказов обычно никто не обращал на этих людей особого внимания муханьчжан кивнул и сказал тзинша я проверил все записи в бухгалтерских книгах этого лагеря если оставить в стороне прочие счета то сумма прислана и министерством доходов на припасы и фураж составляет лишь две трети от тех средств что были официально выделены на эту военную кампанию кроме того записи о расходах весьма далеки от фактических трат что тзинша внезапно выпрямился муханьчжан показал тзинша некоторые счета которые он скопировал за последние два дня в отчетах говорилось что каждый солдат получает по три комплекта военной формы каждый сезон на самом деле им выдавалось всего по два комплекта согласно нормам ежедневного потребления пищи солдаты должны были хотя бы один раз в день питаться мясом на деле же они ели его только раз в семь дней а в остальное время они получали только рисовую кашу и приготовленные на пару булочки когда офицеры услышали это их лица посуровели генерал правого фланга не удержался и спросил если то что сказал господин дзюнь правда то какая связь между фальшивыми записями и ядовитой травой муханьчжан потер пальцами гладкую ручку веера перед тем как основная армия отправится в путь министерство доходов отправит людей для тщательной проверки счетов остальное было легко предугадать треть расходов пропало со счетов это не так уж и мало если бы погибло большое количество боевых коней их нужно было бы срочно заменить и как только принц чем доложил бы об этом двору лагерю будет выделено большое количество серебра к тому времени те кто затеял эту аферу могли бы исправить счета подчистив следы кроме того волчья отрава вызывала у домашнего скота мгновенный паралич у коней начиналась лихорадка и шла пена изо рта что было очень похоже на лошадиную чуму после вердикта лошадиная чума тела заразившихся животных сжигались и никто не стал бы тщательно проверять их после того как муханьчжан закончил свой анализ вся палатка погрузилась в тишину вот это фортель медленно произнес генерал левого фланга но большая часть этих песцов была назначена самим министерством доходов нахмурился генерал правого фланга неужели министерство доходов хочет обмануть само себя у парочки рядовых песцов наверняка не хватило бы смелости совершить столь дерзкий поступок их должны были прикрывать высшие должностные лица как ни посмотри а к растрате средств приложила руку само министерство доходов возможно министерство доходов имеет разногласие в своих рядах вздохнул муханьчжан он не знал кого министерство пришлет с проверкой в этот раз вероятно это будут не те же люди что заварили эту кашу поскольку эта схема была реализована в спешке зинша медленно сжал кулак все знали что жизнь в армии была незавидной сейчас его питание было почти таким же как во времена сражений с гуннами поэтому он не осознавал что что-то было не так он наконец понял почему министр доходов обвинил его в растрате военных средств дело было не в том что он растрачивал серебро а в том что министерство доходов выделила ему больше денег а он не знал об этом и позволил этим деньгам исчезнуть тащите сюда всех песцов джамин был так зол что его борода встопорщилась вскоре привели четырех худых и слабых мужчин они встали на колени дрожа от страха все четверо естественно отказались признаваться в таком серьезном преступлении они опирались на свое официальное положение постоянно взывая к тому что военные чины не имеют права их наказывать джамину это было безразлично и он пнул ближайшего из них ногой оказывается ладзе один не может нормально пожрать потому что все деньги утекают в ваши маленькие кошельки пнул он с чувством и человека которого он ударил тут же стошнило и он упал на землю один этот старейшина высокомерное обращение к самому себе когда говоривший хочет подчеркнуть что стоит выше собеседника джинша свирепо швырнул им в лицо бухгалтерские книги и ледяным голосом произнес всего лишь мелкие песцы а ведете себя так будто вы титулованные придворные чиновники если этот принц убьет вас сегодня кто при дворе осмелится обвинить этого принца даже если эти слова не были полностью правдой принц чен был хорошо известен своей безжалостностью генерал правого фланга усмехнулся и добавил что в армии все решается в соответствии с военным законом эти люди и так последние несколько дней нервничали и дрожали от страха теперь же казалось не было никакого способа изменить ситуацию человек которого ударил ногой джамин с трудом приподнялся и первым признался в содеянном остальные трое могли только последовать его примеру они были всего лишь скромными исполнителями им отдавал приказы чиновник из министерства доходов а кто стоял выше они не знали ложь джинша встал собираясь забрать этих четверых обратно в столицу мухань чжан поспешно схватил его за рукав и взглядом велел ему успокоиться это непростое дело нельзя действовать поспешно джинша глубоко вздохнул и приказал пока заприте этих четверых все вон ждите пока этот принц и военный советник не обсудит этот вопрос потом будет принято окончательное решение генерал левого фланга лично сопроводил этих четырех человек в военную тюрьму джамин хотел было что-то сказать но его остановил правый генерал джун цин что ты хотел мне сказать джинша сделал глоток чая он ни за что не позволит этому случиться даже если компания затянется он вытянет на свет всех людей скрывающихся за кулисами глядя на его сердитый вид мухань чжан вздохнул и сказал если ты заберешь их сегодня во дворец то лишь ударишь по траве и насторожишь змею 2 ради твоего спокойствия чтобы ты мог продолжить кампанию отец император уладит дело быстро и небрежно 2 бить по траве и напугать змею ненароком предупредить врага все что он сказал было правдой но сегодняшнее событие переполнило чашу терпения джинша поэтому вместо того чтобы успокоиться его сердце немедленно вспыхнуло пламенем он в ярости смахнул посуду со стола и сердито посмотрел на мухань чжана тогда что же мне делать ты просишь меня просто проглотить свой гнев и молчать глядя на разъяренного мужа мухань чжан поджал губы и ничего не сказал хотя он знал что джинша злился не на него выражение этих глаз все равно больно жалила этот взгляд был точно таким же как в ту ночь в брачной комнате джинша долго ждал но джин цин не произнес ни слова он просто опустил глаза и продолжал молчать это неожиданная тишина заставила джинша прийти в себя и тогда он понял что слова которые он только что произнес были очень агрессивными я и не говорил что ты должен просто проглотить свой гнев тихо сказал мухань чжан крепко вцепившись руками в колени позабытый веер из гусиных перьев упал на пол но все же необходимо немного подождать с этим делом а джинша осмотрел на такого супруга и его сердце сжалось от боли он шагнул вперед и взял в свои ладони руки которые были настолько крепко сжаты что побелели костяшки пальцев увидев что мухань чжан недоуменно вскинул голову джинша коснулся его щеки я сержусь вовсе не на тебя как он мог забыть насколько чувствительным был его джин цин джин цин джинша присел на корточки и посмотрел на мужчину снизу вверх мухань чжан взглянул на джинша чьи глаза были полны душевной боли его наполненное горечью сердце тут же растаяло невольно улыбнувшись он медленно наклонился вперед чтобы поцеловать эти красивые глаза ты мой муж и ты имеешь право сердиться на меня но раз ты так не считаешь то в будущем если ты рассердишься на меня я тебя накажу договорились мухань чжан по собственной воле поцеловал его и джинша этого было достаточно чтобы взлететь на седьмое небо от счастья он тут же согласился со всем что говорил его ванфы какое же наказание будет подходящим мухань чжан прищурился как насчет того чтобы не пускать тебя в спальню в течение трех дней да как же такое возможно джинша тут же вернулся на бренную землю он положил голову на колени ванфы обнял его сильную стройную талию и слегка потерся щекой когда другие мужья и жены ссорятся друг с другом их спор длится лишь до тех пор пока не приходит пора ложится в постель а знаешь почему и почему же губы мухань чжана сложились в улыбку и он позволил мужчине обнимать его потому что добравшись до постели они переключают свое внимание на вопрос облаков и дождя 1 насладившись друг другом спал на они помирятся без капли смущения заявил джинша один иными словами вопрос супружеского долга опять говоришь глупости мухань чжан тут же залился краской и оттолкнул джинша давай поговорим о чем-то более приличном с сегодняшним делом ты пока не сможешь разобраться должным образом кроме того начала военной кампании уже близко и скоро у тебя не будет лишней энергии чтобы исправиться со всем этим так что лучше всего при поручить это заботам принца жуй второй принц был удостоен титула на церемонии несколько дней назад и теперь его следовало называть не иначе как принц жуй старшему брату джинша встал прищурился и глубоко задумался он действительно терпеть не мог вмешиваться в перипетии придворной политики в этом деле было замешано министерство доходов если он пойдет к отцу императору то в лучшем случае наказаны будут только те люди которые непосредственно приложили к этому руку однако у его брата была обширная сеть связей при дворе если джинша попросит его разобраться с этим возможно удастся нарыть больше пока мы можем просто наблюдать но нам стоит воспользоваться этой возможностью чтобы получить некоторые преимущества улыбка мухань жена стала загадочной он поднял с земли веер из гусиных перьев и обмахнул им джинша погода в седьмом месяце стояла обжигающий жаркая поскольку джинша в волнении шагал туда-сюда он уже вспотел всем телом ты совершенно прав я сейчас же отправлюсь в резиденцию моего брата джинша чувствовал как его окутывает поток прохладного воздуха и наклонился вперед чтобы снова опустить голову на колени мухань жена возьми с собой эти учетные книги и копии которые я сделал если будут еще какие-то препятствия со стороны двора расскажи о них брату мухань джин задумался и добавил еще одно предложение не забудь сохранить это в тайне от его советников советников джинша вскинул голову он знал всех гостей резиденции принца жуй они всегда были вежливы с ним более того многие темные стратегии были детищем этих советников они очень помогли двум братьям зачем же скрывать этот вопрос от них мухань джин поджал губы вспоминая враждебность которую он почувствовал от тех людей в особняке второго принца прежде чем они поспешно скрыли ее если твой брат будет тем кто объединит эту страну под своим началом этих людей нужно будет убрать иначе они будут опасны для тебя джинша нахмурился он понял что имел в виду его ванфы те кто полагались на свой ум для продвижения во всем предполагали наихудший исход эти люди уже давно советовали старшему брату остерегаться его какое счастье что он не бросился ко двору чтобы потребовать встречи с отцом джинша встал и прижал супруга груди в своей прошлой жизни он пообещал что если у них будет еще один шанс то он посвятит всего себя джин цину даже если этот человек ничего не знает об этом джинша все равно выполнит свое обещание это ему самому принесет лишь благо в конце концов он совсем не разбирался в этих политических схемах и подковерных интригах даже если был возрожден если бы он взял с собой тех четверых песцов это было бы слишком заметно поэтому джинша оседлался хая и поскакал в столицу 1 муханьчжан проводил взглядом фигуру исчезающую в клубах пыли поднятой лошадиными копытами и сказал себе что должен попытаться больше доверять супругу повернувшись он направился в палатку принца и стал искать военный приказ подписанный в три дня назад ему предстояло довести до конца еще одно дело наставник цинь генералы левого и правого флангов как раз обсуждали утренние события с генералом чжа который к этому моменту принял ванну и переоделся правый генерал сиял от восторга представляя как будет есть мясо каждый день обернувшись на звук они увидели муханьчжана стоящего у входа в палатку они прервали разговор и почтительно назвали его наставником из-за невыносимой жары занавесу входа в палатку был поднят но эти вояки не боялись чужих взглядов поэтому офицеры заметили муханьчжана как только он подошел к входу когда джамын увидел входящего он встал с некоторым беспокойством военный советник что-то случилось муханьчжан неспешно шагнул внутрь палатки и достал из рукава приказ вы помните это генерал когда трое мужчин увидели военный приказ выражение их лиц внезапно изменилось тогда джамын сказал что в случае неудачи военный советник будет обвинен в том же преступление и подвергнется такому же наказанию что эти люди с другой стороны если бы военный советник преуспел было бы справедливо чтобы джамын понес ответственность за свои слова хотя преступников не казнили они получили двадцать ударов палками поскольку были небрежны в своих обязанностях теперь все три генерала осознали что когда военный советник специально подчеркнул в центральной палатке что все должны получить наказание это также касалось того о чем упоминалось в военном приказе я старый джа всегда держу свои обещания хочешь рисковать умея признать поражение проговорил джамын снимая доспехи и собираясь принять удары палками генерал правого фланга попытался выручить его из беды господин военный советник генерал джа просто говорил не подумав прошу не принимайте его слова близко к сердцу армия скоро должна была выступить в поход если генерал пострадает от ударов палками это задержит их отправление с таким темпераментом как у джамына он конечно же упрямо сядет на лошадь и проделает весь путь верхом но тогда он вообще не сможет сражаться мухань джан перевел взгляд на генерала правого фланга и сказал с холодной улыбкой позвольте мне задать вопрос если бы я проиграл сегодня этот военный приказ тоже считался бы простой шуткой когда правый генерал услышал эти слова он сразу же растерялся учитывая неумолимый характер джа мы на он определенно не оставил бы это дело без внимания даже если военный советник находился под защитой его высочества да уж для офицеров вроде них было бы позором притеснять слабого ученого не нужно ничего говорить я джамин всегда гордился своим неукротимым духом и ни за что не отступлюсь от своего слова генерал джа отодвинул в сторону правого генерала и похлопал себя по груди вот и замечательно мухань джан передал военный приказ джамину генерал достоин своей славы что насчет военного приказа генерал последует тому что в нем написано естественно джамин взял приказ и просмотрел его даже если приказ потребует мою старую голову его голос резко оборвался джамин молча уставился на слова написанные на бумаге генералу правого фланга стало любопытно он тоже подошел поближе чтобы посмотреть в приказе черным по белому было написано если военный советник не раскроет правду он будет осужден за то же деяние что и преступники если же он преуспеет джамин разденется по пояс и пробежит один круг вокруг всего лагеря это у правого генерала просто не было слов для джамина который без устали тренировался это не считалось таким уж большим наказанием и больше походило на шутку но наказание предполагавшиеся для военного советника не было столь же безобидным джамин долгое время не мог прийти в себя внезапно он опустился на колени и накрыл кулак ладонью наставник цинь поистине благородный человек пожалуйста примите почтение джамина генерал вы не должны этого делать мухань джан поспешно остановил его джунь цин всего лишь скромный военный советник и не достоин того чтобы генерал выражал ему свое почтение 2 все мы служим под началом его высочества я просто надеюсь что мы будем хорошо ладить друг с другом 2 джамин выражает почтение преклонив в колени как если бы перед ним был член императорской семьи с вашим талантом вы вполне можете стать генеральным советником убежденно сказал джамин все еще стоя на коленях затем он поднялся и скинул верхнюю одежду раздеться по пояс было для него пустяком вслед за верхней одеждой он добровольно снял штаны оставив на себе только нижнее белье и выбежал босиком в этот день все солдаты армии наблюдали дивное зрелище генерал в неприличном виде нет в крайне неприличном виде бежит вокруг лагеря бойцы ответственные за поддержание огня перестали подбрасывать дрова те кто нес еду уронили корзинки с дымящимися булочками солдаты тренировавшиеся с мечами порезались а те кто сражался в рукопашную застыли на месте один за другим они остолбенело провожали взглядом фигуру генерала торжественно проносящегося мимо них в одном нижнем белье дзин чинь выслушал рассказ дзинша от начала до конца после чего долго бормотал себе что-то под нос знаешь кто будет проверять ваши счета на этот раз кто же дзинша не имел ни малейшего понятия о фракциях в министерстве доходов и сборов ся юань дзин чинь пролистал список сотрудников министерства доходов и указал на имя помощника министра доходов ся юань находился в хороших отношениях с дзинша большинство чиновников при дворе знали об этом и теперь когда он был направлен в лагерь с проверкой это естественно вызвало панику у виновников так это же замечательно дзинша подумал о министре доходов который обвинил его в прошлой жизни и озвучил свои мысли мы вполне можем воспользоваться этим случаем и свергнуть министра доходов министр доходов следовал за отцом императором с давних пор свергнуть его будет не так то просто дзин чинь нахмурился но раз уж это случилось у него не получится снять с себя ответственность позволь мне обдумать все это дзинша кивнул ся юань был надежным человеком и родственной ему душой в его прошлой жизни ся юань никогда не получал повышения и не столько потому что был доволен своим положением сколько потому что его начальник оставался на своем посту теперь еще до того как что-нибудь случится дзинша вырвет все ядовитые клыки когда-либо причинившие ему вред прежде чем уйти дзинша внезапно обернулся на мгновение заколебался и наконец сказал брат похоже твои советники не в восторге от моих визитов они привыкли думать о худшем из возможных исходов естественно они держатся на стаже дзин чинь был удивлен когда это его младший брат стал таким проницательным что мог видеть этих опытных интриганов насквозь возможно дзинша отточил свою интуицию на поле боя он был более чувствителен к злым намерениям чем обычные люди дзин чинь протянул руку погладил младшего брата по голове и тихо сказал не обращай на них внимания после того как власть сменится никто из этих людей не уцелеет эти советники и придворные наносящие ему визиты были хороши только в коварных стратегиях они были необходимы для восхождения на трон но нельзя использовать столь скользких и хитрых людей для управления государством таким образом самое больше чего могли добиться эти помощники и советники это положение муля 3 они не могли стать крупными чиновниками так как знали слишком много дзин чинь в любом случае не собирался держать их подле себя 3 специфический термин что-то вроде тайного советника которому получают исключительно грязные делишки которые не должны быть преданы огласки дзинша услышал эти слова и кивнул он перескажет их своему ванфы по возвращении когда дзинша вернулся луна уже взошла на востоке возвышающиеся горные громады были пустынные тихи и только жаровни в лагере ярко горели разгоняя тьму первым делом мужчина направился к своей палатке чтобы найти своего ванфы но там было темно и пусто где военный советник спросил дзинша у стражника охраняющего вход в лагерь докладываю вашему высочеству военный советник пьет с генералами в центральной палатке честно ответил тот пьет глаза дзинша округлились от шока трудно было вообразить себе дзюнь цынов в компании этих людей играющих в угадайку пальцами голых по пояс и обнимающих друг друга за плечи он отшвырнул стражника и со всех ног бросился к центральной палатке огни в центральной палатке ярко горели и оттуда доносился громкий гул голосов время от времени раздавались крики людей играющих в угадайку пальцами дзинша услышал это и у него появилось плохое предчувствие он приподнял входную занавеску его взору предстали несколько военных офицеров сидевших вместе очевидно пьяных но продолжавших играть в угадайку кавалерийский офицер тряс пехотного офицера не переставая болтать генерал правого фланга навалился на генерала левого фланга и жаловался ему со слезами на глазах я всего лишь избил этого сукиного сына но черт возьми это лисица ударила меня мне тогда было всего семь лет у левый генерал слушал его с каменным выражением лица подняв чашу с вином он спокойно отпил глоток позволяя повисшему на нем мужчине вытирать об него слезы и сопли джамин был в приподнятом настроении и в красках описывал мухань чжан указус приключившийся с принцем чином в пустыне и его высочество свалился с лошади в этих дюнах посреди песка таилась много острых камней и его высочество по случайности упал как раз на такой камень который проделал здоровенную дыру в его штанах да только у его высочество не было времени беспокоиться о штанах он тут же вскочил занес свой меч и отрубил тому человеку голову радостно вещал генерал джа щеголявший обнаженной грудью в порыве чувств он не удержался и перекинув руку через плечо мухань чжана подтянул его поближе чтобы поведать как ему показалось тихим голосом ха 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 если бы этот камешек прошел хоть на волосок ближе его высочество мог бы распрощаться со своим мужским достоинством когда император приказал его высочеству взять жену мужчину мы уж даже начали задаваться вопросом не то ли событие стало тому виной хихи по случайности цзинша зашел именно в этот момент и увидел эту сцену от чего сразу же пришел в ярость он бросился вперед и ударом кулака повалил джамена на землю после чего поднял своего ванфа и со стула ваше высочество вы тоже решили выпить с нами изрядно пьяный джамин совсем не чувствовал боли он лежал на земле и улыбался глядя над зинша он просто слишком много выпил зачем ты его ударил щеки мухань чжана слегка покраснели но глаза оставались ясными очевидно он выпил не слишком много он смеет неуважительно относиться к тебе как я могу спустить ему это с рук цзинша был невероятно зол от чего пару раз пнул лежащего на земле генерала опять говоришь глупости мухань чжан пристально посмотрел на него разве для мужчин обнимать друг друга за плечи признак неуважения оглядевшись вокруг он почувствовал облегчение и повернувшись направился к выходу хорошо хоть они все напились до потери сознания давай вернемся в палатку эти армейцы действительно умели пить хотя у мухань чжана был бойкий язык и он постоянно подначивал их опрокинуть чашку за чашкой эти парни продержались очень долго и опьянение настигло их только сейчас зинша услышал его слова и усмехнулся хах эти простаки хотели напоить военного советника но вместо этого военный советник сам напоил их зинша хотел увести своего ванфы и отсюда но в этот момент мухань чжан споткнулся ногу джамына вольготно раскинувшегося на земле и чуть не упал зинша быстро протянул руку и подхватил супруга зинцын ты напился я выпил совсем чуть-чуть мухань чжан потер лоб рукой чувствуя сильное головокружение он облокотился над зинша и пробормотал просто вино чересчур крепкая его дыхание несло в себе легкий запах вина теплые мягкий голос и немного избалованный тон сразу же заставил сердце джинша сладко сжаться и зудить он огляделся по сторонам и увидев что эта группа пьяниц не обращает на них ни малейшего внимания подхватил своего ванфы на руки и направился к выходу из палатки проходя мимо джамына он не удержался и снова пнул его после этого супруги покинули палатку немало не заботись о тех кто остался позади генерал левого фланга молча потягивавший вино в углу замерз чашей в руках и наблюдал как исчезает в темноте его высочество дружище ну скажи мне за что она ударила меня а злобная женщина у генерал левого фланга сполз на землю обнял ногу левого генерала и продолжил причитать генерал левого фланга тихо поставил чашку закинул руку правого генерала себе на плечо и поддерживая коллегу вместе с ним покинул центральную палатку оставив кучку пьяных офицеров громко храпеть на земле дзюнцин дзин ша опустил мужчину на постель давай я помогу тебе принять ванну я и сам могу помыться муханьчжан казался совершенно трезвым он был очень сдержан в своих словах и действиях но дзин ша знал что он действительно пьян потянув пояс верхней одежды муханьчжана дзин ша помог ему снять слой белоснежной ткани посмотрев на лицо супруга он обнаружил что тот абсолютно спокоен найдя это забавным дзин ша поцеловал его прозовевшие щеки весь армейский алкоголь был очень крепким а вот устойчивость муханьчжана была лишь средней даже если он выпил всего несколько чашек алкоголь уже начал действовать и он очевидно был не совсем трезв не докучай мне муханьчжан толкнул дзин ша его разум все еще был ясен но он не мог полностью контролировать движение своего тела когда он толкнул мужчину в грудь его рука задержалась на ней а затем медленно скользнула вниз дзин ша был так возбужден этим интимным и соблазнительным жестом что тут же ощутил как напряглись мышцы в самом низу живота он снял с супруга оставшуюся одежду и подхватив его на руки сел в большую ванну посреди палатки дзин цин был застенчив и обычно отказывался принимать ванну вместе с ним дзин ша никогда не видел его таким послушным за исключением тех моментов когда у дзин цена уже не оставалось никаких сил к сопротивлению после их интенсивных упражнений дзин ша взял немного душистого мыла чтобы вымыть волосы муханьчжана тот спокойно сидел в его объятиях склонившись к его груди пока дзин ша нежно поглаживал мягкие шелковистые черные волосы и для принца это был действительно новый интересный опыт большие мозолистые руки гладили волосы муханьчжана облегчая пульсирующую боль в висках это ощущение было очень приятным мужчина довольно сощурился чувствуя некоторую сонливость закончив с волосами супруга дзин ша взял полотенце чтобы помочь ему вымыть тело ткань скользнула по белой груди и медленно очертила линии мускулов только после слов императорского лекаря дзин ша понял что дзин цин должно быть усердно упражнялся иначе его тело было бы очень слабым а его мышцы и вены были бы повреждены благодаря этим тренировкам мышцы мужчины хоть и не слишком выделялись но все же были хорошо очерчены и на здоровье ему обычно жаловаться не приходилось дзин ша наслаждался стройным и красивым телом супруга которого держал в своих объятиях кожа не пострадавшая от резких ветров и палящего солнца блестела как нефрит время от времени из-под воды показывались два вишнево красных пятнышка дзин ша не заметил как полотенце которые он держал в руке упала в воду когда он пришел в себя одна его рука уже ласкала прекрасную ключицу что ты там делаешь и мы нын мухань чжан поднял на него глаза но в следующее мгновение дзин ша схватил его за затылок и приник к его губам его язык ощутил сладость крепкого напитка это было не очень хорошее вино но в тот момент дзин ша оно казалось более восхитительным чем подаваемое во дворце вино нефритовой росы он не мог не возжелать большего сильные руки прошлись по изгибу спины мухань чжана вниз к его гладким и упругим ягодицам и несколько раз сжали их и нын даже будучи немного пьяным мухань чжан все еще чувствовал надвигающуюся угрозу и попытался избежать этих шаловливых рук дзин ша едва ли не заморчал когда супруг заелозил в его объятиях потирайся немаловажную часть его тела и наполняя ее энергией он легонько прикусил ухо уже порозовевшие из-за горячей воды ты сам навлек это на себя он протянул руку чтобы достать ароматную массе погрузив в нее кончики пальцев снова опустился вниз нет у меня нет сил рассудок мухань чжана был по-прежнему при нем после того как дзин ша обманул его той ночью он решил поддержать мужа в узде в течение нескольких дней если он сейчас позволит дзин ша добиться своего то не достигнет цели почему этот парень чьи мысли сосредоточены лишь на одном никогда его не слушает что еще мог сказать мухань чжан внезапно в его тело проник кой чей палец и он не выдержав захныкал засранец укх его голова запрокинулась назад отчего белая шея образовала изящный изгиб под судорожными вздохами адамова яблоко скользнула вверх и вниз дзин ша наклонив голову нежно куснул его но руки мужчины не останавливались ни на мгновение когда дзин ша решил что его супруг готов он усадил мухань чжана так чтобы тот оказался лицом к нему затем он обхватил обеими руками эти два гладких холмика и заставил мухань чжана медленно опуститься на его твердый член ах мухань чжан болезненно нахмурил брови и яростно замотал головой с этого момента тебе запрещено пить с этими людьми ясно хоть тон дзин ша был строгим его движения были несравненно мягкими он помогал мухань чжану понемногу опускаться вниз засранец мухань чжан прислонился к плечу супруга и укусил его гляжу ты уже научился скверно словить в этом укусе не было не толики силы скорее это было похоже на заигрывание сердце дзин ша озудела все сильнее и сильнее он отпустил супруга и позволил мужчине принять его до самого основания я не ах больно мухань чжан хотел было объясниться но был так потрясен этой внезапной переменой что позабыл все что собирался сказать дзин ша поцеловал уголки глаз покрасневшие и блестевшие от слез и нежно погладил супруга по спине не бойся я не буду пока двигаться скоро боль пройдет мухань чжан медленно вдыхал и выдыхал постепенно приспосабливаясь большому предмету который внезапно пронзил его тело после того как болезненные ощущения исчезли им постепенно овладели знакомые они менее и зуд все еще больно поняв что мухань чжан больше не делает таких глубоких вдохов дзин ша прижал его к себе а затем медленно начал двигаться тихие едва слышные шорохи постепенно превратились в безудержные звуки внутри палатки принца воцарилась чарующая атмосфера всплески воды сопровождались легкими стонами нежного голоса пробкий полумесяц скрылся за облаками звезды мерцали летний ветерок гулял по лесу а из военной палатки время от времени доносились вздохи тревожа отдыхающих на ней птиц вся ночь была впереди на следующий день мухань чжан потер свои виски которые пульсировали с похмелья и медленно сел парчевое одеяло соскользнуло вниз обнажив красные метки на его теле когда он вспомнил что произошло прошлой ночью его охватило раздражение оглядевшись он увидел что другая сторона постели уже опустела а снаружи доносились окрики и команды дзин ша маленький негодяй в течение следующих нескольких дней поскольку его высочество вывел из себя военного советника воспользовавшись слабостью последнего он вернулся к тем дням когда мог обнимать и целовать своего супруга но не мог его съесть это было все равно что человеку познавшему вкус самых изысканных деликатесов пришлось бы вновь перейти на постную пищу насколько же это тяжко и потому его высочество который не мог найти удовлетворения в объятиях жены стал безжалостно тренировать своих солдат заставляя всю армию жалобно стонать какое-то время от двора не было никаких известий семь дней спустя император послал ся юля не помощника министра доходов проверить бухгалтерские книги армии и вскоре после этого императорский двор пережил потрясение поскольку многие канцлеры обвинили министра доходов и некоторых его подчиненных в растратах император пришел в ярости приказал провести тщательное расследование чем больше деталей выяснялось тем тревожнее становилась монарху это затронуло не только личную армию принца чина в других войсках стоявших лагерем в этом районе также были выявлены случаи хищения государственных средств братся именно благодаря твоему авторитету эти люди были разоблачены поднимая чашу вина зинша с чувством похлопал ся юля не по спине от этого похлопывания ся юля не поперхнулся он придал себе самоуверенный вид и сказал в этом есть и заслуга вашего высочества именно благодаря вашему руководству этот вопрос был во время обнаружены соответствующие меры были приняты оба осушили свои чашки и продолжили громко смеяться мухань чжан сидел в сторонке и смотрел как эти двое льстят друг другу от этого зрелища у него немного заболела голова братся тем людям из департамента счетов вашего министерства было невыгодно чтобы проверяющим стал ты как же они допустили это он не мог этого понять раз уж эти люди осмеливались запустить руку в военные фонды они определенно могли бы повлиять на то кто именно поедет проверять счета как они могли позволить ся юляню такой большой переменной в их плане провести проверку хе-хе на самом деле я просто хотел воспользоваться этой возможностью чтобы попрощаться с вами обоими поэтому и ухватился за эту работу ся юля не сдал сухой смешок подобный эгоизм помощника министра ся в конечном счете привел к тому что весь императорский двор гудел и бурлил точно котел с кипящей кашей однако эти волнения не затронули армейский лагерь зинша его войско собиралась отправиться в путь через несколько дней и все были заняты последними приготовлениями поскольку двор еще не закончил расследование этого дела в первую очередь было конфисковано имущество чиновников обвиненных в растрате денежных средств однако они были всего лишь мелкой сошкой так что этого было недостаточно чтобы возместить потери в военных фондах император хунчжин велел казне выделить больше серебра чтобы восполнить недостаток армия внезапно получила огромную сумму денег и кто-то должен был взять на себя обязанность по управлению этими средствами однако мухань чжан был всего лишь внештатным военным советником один и не имел полномочий распоряжаться такими вещами один в целом мухань чжан не имеет нужного авторитета чтобы отдавать приказы в армии и является просто чиновником ученым который дает советы джа мэн предложил зин ша повысить мухань чжана до генерального военного советника мухань чжан отказался сославшись на то что он только-только присоединился к армейскому лагерю и не может занимать такой высокий пост в конце концов они пошли на компромисс и ему был присвоен титул с более низким рангом генеральный военный советник по имущественным вопросам в этой должности он мог управлять делами лагеря но не командовать военной дивизией на данный момент в их армии не было других чиновников и власти которой он обладал благодаря этому посту было вполне достаточно у министерства доходов не было времени посылать новых писцов мухань чжан решил этот вопрос назначив нескольких грамотных солдат на эту должность согласно его расследованию проведенному несколько дней назад именно этих людей обычно искали солдаты когда им требовалась помощь в написании писем поскольку предыдущие писцы были слишком высокомерны мухань чжан записывал упоминаемые имена одно за другим и вот теперь он позвал их всех в центральную палатку и дал им несколько задач наконец он оставил восемь человек которые были грамотные могли также вести счета все ли понимают за какие именно счета вы теперь отвечаете мухань чжан отложил бухгалтерские книги и обратился к восьмерым солдатам стоявшим перед ним армейские счета были относительно просты он выбрал довольно точный но при этом легкий в освоении бухгалтерский метод потратив на его изучение целый день они были уверены что запомнили все так точно уверенно отозвались восемь человек талант военного советника к наставничеству так велик что даже те кто не умел читать научились бы этому с улыбкой сказал ван ир когда он впервые увидел военного советника то подумал что этот человек похож на фарфоровую куклу красив но совершенно бесполезен в армии однако всего за несколько дней репутация этого господина цзюнь в армии стремительно улучшилась ван ир же был переведен на должность писца теперь ему не нужно было выполнять тяжелую работу по приготовлению еды на весь лагерь и поддержанию огня он с большим нетерпением ждал возможности приступить к своим новым обязанностям муханьчжан слегка кивнул раз в десять дней сдавайте мне бухгалтерские книги для проверки если вы чего-то не понимаете найдите меня если не будет чего-то срочного или вопрос не касается чего-то особо важного вам не нужно спрашивать моего мнения вы можете сами принимать решение некоторые из новоназначенных песцов были вне себя от радости когда услышали это теперь они могли не только избежать многих трудностей но извлечь много пользы из этой толики власти попавший к ним в руки однако я вынужден предупредить если кто-то посмеет присвоить армейские деньги или скрыть что-то чрезвычайно важное то все вы будете безжалостно наказаны военным трибуналом выражение лица муханьчжана было бесстрастным а голос похолодел так точно солдаты быстро отдали честь они не хотели отказываться от этой работы естественно они не потеряют головы из-за какой-то небольшой прибыли когда все ушли муханьчжан устала потер точку между бровями отправление было уже совсем близко но предстояло решить еще множество вопросов на протяжении нескольких дней в армии не было песцов к тому же потребовалось много усилий чтобы реорганизовать счета которые были подделаны вчера он провел весь день приводя их в порядок молодой господин вы притомились юнсун вошел в палатку неся чай видя столь измотанного муханьчжана он не мог не волноваться все в порядке мужчина покачал головой и протянул юнсуну листок бумаги завтра вернись в поместье принца чина и привези эти вещи слушаюсь юнсун взял листок понимая что у муханьчжана еще есть вопросы требующие внимания он направился к выходу юнсун окликнул юного слугу возвращающийся с тренировки дзинша сходи завтра в загородную резиденцию и скажи женьфы ну чтобы он привел тех людей о которых я говорил слушаюсь юнсун на мгновение заколебался но молодой господин велел мне завтра вернуться в поместье и забрать кое-какие вещи ох понятно дзинша на мгновение задумался тогда завтра сходи за этими вещами а послезавтра отправляйся в загородную резиденцию слушаюсь ответил юнсун подумав про себя что для его высочества дела ван фэй были важнее собственных поэтому он добавил эти недавно назначенные песцы уже ушли и молодой господин похоже очень устал услышав это дзинша нахмурился он приподнял занавеску и вошел внутрь но обнаружил что его ван фэй все еще сидит за столом погруженный в работу почему ты до сих пор занят дзинша подошел к супругу и притянул его в свои объятия муханьчжан слегка оттолкнул его подожди минутку дай мне закончить он написал еще несколько строк в книге прежде чем положить кисть потеряв ноющие плечо он бросил взгляд на широкую грудь позади себя и не сумев удержаться от соблазна облокотился на нее губы дзинша сами собой растянулись в улыбке он ласково коснулся лица супруга уставшего за день и переместил мужчину в более удобное положение разве бухгалтерская работа не была возложена на новых писцов почему ты все еще так нагружен солдаты посылают весточки домой каждый месяц но эти письма могут выдать секретную информацию пусть даже не преднамеренно муханьчжан показал ему письмо в котором говорилось что лагерь находится на окраине столицы еда в последние дни улучшилась и автор письма даже ел говядину если враг прочтет это он будет знать где находится армия и даже чем питаются солдаты а это очень опасно дзинша кивнул в армии были назначены особые проверяющие которые просматривали военную почту перед ее отправкой но что-то неизбежно будет упущено из виду в этот раз это оказалось говядина я пересматриваю правила и перечислил все то что не может быть упомянуто в письмах можешь посмотреть что еще нужно добавить и записать вот здесь после этого я сделаю несколько копий и отдам писцам муханьчжан передал дзинша правила которые он только что записал дзинша взял список но даже не взглянул на него он просто смотрел на мужчину в своих объятиях что такое муханьчжана задачи на посмотрел на него интересно какое же доброе дело я совершил в своей прошлой жизни что небеса привели тебя ко мне когда дзинша задавал этот вопрос не в его словах не во взгляде не было ни следа насмешки он вспоминал о том что сделал в своей прошлой жизни тогда он совершенно не ожидал что небеса отнесутся к нему так великодушно и дадут ему второй шанс муханьчжан посмотрел в глаза дзинша и уголки его губ медленно приподнялись имея такого мужа как ты это я получил величайшие благословения небес они посмотрели друг на друга искреннее уважение и любовь которую они разделяли ясно отражались в их глазах и они невольно придвинулись ближе чтобы слиться в нежном поцелуе военный советник громко крикнул джаманы не дожидаясь приглашения отдернул занавес и вошел те двое что едва не соприкоснулись в этот момент поспешно отпрянули друг от друга муханьчжан выпрямился и взялся за бухгалтерские книги на столе дзинша заскрежетал зубами и сердито зыркнул на джамана о его высочество тоже здесь поздоровавшись генерал джа поднялся и небрежно уселся на стул сбоку как же вы умудряетесь так быстро бегать генерал вы даже не дождались меня жалобно причитая в палатку вошел генерал правого фланга а за ним как всегда невозмутимый левый генерал что-то стряслось если уж вы все пришли сюда в такое время муханьчжан отложил кисточку из шерсти ласки которую использовал чтобы сделать вид что пишет и посмотрел на троих мужчин джаман погладил свою бороду и жестом указал на генерала правого фланга объясни ах мы тут подумали раз уж снабжение армии вдруг улучшилось мы могли бы прикупить кое-каких вещей да что ты меня дергаешь с энтузиазмом начал было правый генерал прежде чем левый генерал внезапно потянул его за рукав их к чему так много болтовни пожаловался джаман позвольте сказать военному советнику наверняка было очень неудобно все это время тесниться в палатке принца вместе с его высочеством теперь когда мы при деньгах нужно поскорее обустроить отдельную палатку для военного советника генерал джо полагал что поскольку военный советник теперь отвечал за счета армии он будет слишком смущен чтобы поднимать вопрос о трате денег на его личные нужды поэтому джаман привел с собой генералов левого и правого флангов чтобы ратовать за улучшение жилищных условий господина советника когда цзинша услышал это в его голове сразу же зазвенел тревожный колокольчик сейчас он и так не мог есть даже когда они находились в одной палатке разве все не станет еще хуже если они будут спать порознь его настроение которое уже было испорчено неожиданным вторжением теперь стало совсем отвратительным и он холодно произнес военный советник не может сражаться если нападут наемные убийцы как прикажите ему защищаться я считаю для него будет лучше остаться в палатке этого принца откуда в армейском лагере возьмутся наемные убийцы более того даже если они нападут их целью скорее всего будет ваше высочество какой убийца изберет своей целью военного советника по моему жить в палатке принца как раз ай зачем ты меня ущипнул генерал правого фланга не успел еще закончить фразу как вдруг левый генерал прервал его весьма болезненным щипком тот не удержался и обернулся чтобы выразить свое возмущение палатку надлежит подготовить за всю историю ни один военный советник не оставался в палатке принца муханьчжан посмотрел на цзинша чье лицо приобрело пепельный оттенок и не смог сдержать улыбки но мы отправляемся через три дня чтобы установить палатку нам придется перенести другие результат не стоит затраченных усилий мы решим этот вопрос как только выступим в поход когда цзинша услышал это его настроение слегка улучшилось он махнул рукой прогоняя этих людей которым нечем было заняться кроме как придумывать эти дурацкие идеи дзюньцин ты правда хочешь поставить отдельную палатку после того как остальные ушли дзинша с несчастным видом обнял своего супруга теперь я твой военный советник они ванфы если мы не хотим навлечь на себя критику нужно соблюдать правила муханьчжан сочувственно похлопал его по плечу тогда разве нам не придется спать раздельно недовольно за протестовал дзинша да муханьчжан кивнул видя как приуныл дзинша он протянул руку и ущипнул мужа за щеку но ваше высочество может прийти ночью в палатку чиня чтобы обсудить военные вопросы точно и почему я об этом не подумал когда дзинша услышал эти слова его глаза тут же загорелись он вскочил и потянул за собой муханьчжана идем давай вернемся в нашу палатку и хорошенько обсудим все это на следующий день юнсун вернулся в поместье и забрал все что просил муханьчжан вещей было много но все это были мелкие предметы и принадлежности так что принести их не составило труда дзинша ведомый любопытством подошел поближе и увидел нефритовую флейту ся дзинь цин ты умеешь играть на ся он никогда раньше не видел чтобы муханьчжан играл на ней дзинша взял флейту и осмотрел ее музыкальный инструмент был темно-зеленого цвета очень гладкий на ощупь я научился этому еще в детстве цинь слишком тяжелый будет обременителен в походе но флейту я могу взять с собой пояснил муханьчжан если в пути мы истратим все деньги я даже смогу заложить ее руки дзинша игравшие с нефритовой флейтой замерли разве ученые не дорожат своими инструментами пуще собственной жизни его ванфой определенно был исключительным не успели они опомниться как наступил день начала экспедиции все солдаты были полны энергии и рвались вперед это были элитные войска под командованием его высочества принца чина остальные подразделения должны были один за другим выдвинуться на юго-запад из разных провинций в конечном итоге они встретятся в трехстах лет границы с юго-западным вассальным государством юнь сун попрощался с муханьчжаном и вернулся в поместье мужчина поначалу думал что со всеми повседневными мелочами ему придется справляться самому однако дзинша неожиданно привел ему служанку этой служанкой было никто иная как бежу и которая под руководством призрака девяти клинков училась владеть скрытым оружием в течение последних нескольких месяцев солдатам предстоял долгий поход элитные войска дзинша они брали с собой тяжелой брони и снаряжение для осады городов а кавалерия составляла лишь малую часть этого войска среди багажа были кастрюли и сковородки чашки и прочая посуда однако маршировали они не очень быстро поэтому экипаж муханьчжана нисколько не задерживал их продвижение всю дорогу он неторопливо следовал за лошадью дзинша бежу и тихо сидела в передней части кареты приносила чай или наливала воду в часу один дзинша проскальзывал в карету военного советника чтобы немного отдохнуть генерал правого фланга страшно ему завидовал и частенько сгонял кучера с козел чтобы занять его место таким образом он мог подобраться поближе к прекрасной служанке военного советника однако это было бесполезно поскольку гжу и отвечала на десять его вопросов одним двумя предложениями правому генералу всегда хотелось разузнать о происхождении военного советника но он так и не смог вытянуть из гжу и не слова на эту тему один час у час лошади 11 00 13 00 это же служанка самого военного советника конечно она умеет хранить секреты да еще и получше тебя генерал левого фланга похлопал по плечу удрученного коллегу дружище левый это ты меня так утешаешь правый генерал бросил на него косой взгляд естественно генерал левого фланга отвернулся и вскочил на коня больше не обращая на него внимания проведя таким образом более десяти дней они достигли горного хребта дахан бесконечные горы преграждали путь и им предстояло сделать крюк более чем в сотню ли дзинша приказал пока разбить лагерь а на следующий день продолжить путь однолинейный строй слаб как в атаке так и в обороне как только мы столкнемся с врагом нам останется лишь стоять там и ждать пока нас не прикончит в центральной палатке джамин тыкал пальцем в расположении войск начерченное на песчаном столе два два такие столы наполненные песком использовались при обсуждении плана атаки переброски войск начертили план не понравился разровняли песочек и нарисовали новый вариант но мы же не сможем достаточно быстро идти по горной дороге если не применим однолинейное построение генерал правого фланга указал на топографические карты из-за чего они спорят дзинша только что закончил ужинать со своим военным советником и теперь они оба пришли сюда увидев что двое мужчин вытянувшие спорит с покрасневшими лицами он обратился с вопросом бесстрастному генералу левого фланга который молча читал книгу об искусстве войны докладываю вашему высочеству они обсуждают как пройти по горной тропе на юго-запад ответил офицер дзинша прекрасно понимал что горный хребет дахан в которой они уткнулись сегодня затруднит их путешествие подъем в горы отнимал больше времени чем объезд из-за груза и лошадей они попытались найти обходной путь но на юго-западе повсюду выселись холмы и обойти их было невозможно оставалось только идти по горной тропе но вот как это сделать все еще было под вопросом военный советник скажите нам разве армии не используют линейное построение когда перемещаются по горным дорогам генерал правого фланга подтащил муханьчжана к столу чтобы он мог взглянуть на топографическую карту юго-запада большинство горных троп были узкими и любая другая формация не смогла бы пройти по ним я и не говорил что мы не можем применить линейный строй просто если враг устроит нам засаду на горной тропе мы потерпим поражение так как линейный строй слаб в центре вот почему я сказал что мы должны послать часть войск заранее чтобы расчистить путь джао мэн испугался что его неправильно поймут и быстро объяснил свою точку зрения цинша нахмурился его вон фейс юных лет читал научные дорелигиозные труды но книги по военной стратегии или тактики естественно не часто попадали в его руки цинша взял его с собой не для того чтобы он помог им на поле боя он просто не хотел расставаться с супругом увидев что муханьчжан опустил глаза и ничего не говорит он уже собирался было вмешаться как вдруг на его глазах изящная белая рука взяла прутик лежавший рядом с песчаным столом и начертила на песке крест военный советник что это означает джао мэн непонимающий посмотрел на крест который нарисовал муханьчжан едва увидев этот символ джинша широко раскрыл глаза в изумлении эта формация называется прорывающиеся ярмо медленно произнес муханьчжан указывая прутиком на четыре крайние точки креста солдаты разделены на группы и расставлены по четырем сторонам но все же маршируют одним длинным строем фронт левый фланг и правый фланг обращены лицом вперед таким образом у вас будет возможность как напасть так и защититься отлично отлично хах после мгновенного ошеломления генерал правого фланга вдруг разразился восторженными криками джао мэн все смотрел и смотрел на крест начерченный на песке и на лице его отразилось восхищение военный советник и в самом деле всезнающий этот старик джао вынужден преклониться перед вами муханьчжан только улыбнулся и ничего не сказал я ведь уже говорил вам чтобы вы больше читали но вы вечно притворяйтесь что не слышите меня джинша тоже знал эту формацию прорывающегося ярма но в обычных книгах по военному искусству никаких записей они не встречалось откуда же джин цин никогда не читавший военных книг знал об этом джинша был потрясен но виду не подавал притянув к себе своего военного советника принц объявил завтра мы с военным советником покинем войско чтобы уладить одно дело поблизости вы поведете армию вперед а мы догоним через несколько дней что же это задело ваше высочество джао мэн посмотрел на джинша с неодобрением главнокомандующему не следовало покидать войско в середине марша это дело может повлиять на исход войны на юго-западе вы трое должны сохранять бдительность в эти несколько дней убедитесь что никаких проблем не возникнет джин шо неловко рассмеялся он явно не хотел вдаваться в подробности и те немногие кто присутствовал здесь тактично оставили дальнейшие расспросы при себе выйдя из палатки мухань чжан с подозрением поинтересовался куда мы завтра отправимся на поиски скрытых сокровищ на губах джинша играла загадочная улыбка мухань чжан бросил на него взгляд затем направился к своей палатке и его высочество преданно последовал за ним почему ты увязался за мной мухань чжан беспомощно посмотрел на мужчину раскинувшегося на его кровати после того как палатка военного советника была установлена рядом с палаткой принца джинша больше не оставался на ночь у себя сначала он прокрадывался в палатку военного советника под покровом ночи но теперь нагло вваливался туда средь бела дня и отказывался уходить я уйду попозже ответил джинша поймав руку мухань чжана он притянул супруга в свои объятия сейчас мне необходимо кое о чем тебя спросить мухань чжан закатил глаза кто станет обнимать военного советника обсуждая с ним официальные дела увидев это выражение лица джинша не удержался и поцеловал его тебе доводилось читать книги о войне эту формацию прорывающегося ермани найти в законах дачи когда мухань чжан услышал этот вопрос улыбка на его лице слегка померкла в детстве я читал книги о войне еще будучи ребенком он рано научился читать имел хорошую память поэтому после выполнения своих заданий он искал другие книги для чтения в те времена его отец часто раздражался и беспрестанно вздыхал когда видел что его сын от первой жены был таким высокомерным и своенравным невежественным и некомпетентным из-за этого мухань чжан тай научился некоторым военным приемом в надежде что его отец однажды отведет взгляд от своего сына от первой жены и наконец вспомнит о нем лишь став старше он понял что сыновья наложниц не имеют права наследовать дворянские титулы даже если бы он был в 10 или даже в 20 раз лучше мулинба в глазах отца он все равно не имел бы такой же ценности джинша услышал это и почувствовал как его сердце болит за супруга тот был поистине не ограненным алмазом ну разве это не прискорбно кстати говоря я встречал тебя когда был ребенком чувствуя как руки джинша постепенно стискивают его в объятиях все сильнее мухань чжан с улыбкой оперся подбородком на плечо мужчины ему вспомнилось что однажды император переодевшись в простые одежды инкогнито отправился в резиденцию великого маркиза севера чтобы сыграть в шахматы с отцом мухань чжана и привел с собой маленького третьего принца мадам ду разрешила только мулинба пойти поиграть с джинша мухань чжан хотел посмотреть как выглядит принц но ему не позволили приблизиться мальчику оставалось только спрятаться за каменной горкой и наблюдать как они играют в саду правда я этого не помню джинша почесал в затылке для него то все это произошло более 20 лет назад разве он мог вспомнить столь давние события и теперь он жалел об этом ему было любопытно как выглядел дзюнь цен в детстве должно быть он был белокожим и нежным ребенком с большими проницательными глазами сверкающими точно жемчуг и что же я тогда сделал ты когда мухань чжан вспомнил о том моменте детства он хихикнул и ответил ты хотел чтобы мулинба побыл твоей лошадью он не хотел этого делать так что ты бил его до тех пор пока он не заплакал пока он лил слезы ты водрузил ему на голову розу и сказал что он похож на маленькую девочку которая только и умеет что плакать и цветок поможет ему поскорее найти жениха ха-ха услышав это джинша не смог сдержать самодовольные улыбки к его удивлению джин цин так живо вспомнил эту сцену похоже ты самого детства хотел чтобы я стал твоим мужем раз поспешил туда чтобы хорошенько меня рассмотреть от его слов мухань чжан тут же покраснел и встал чтобы прогнать мужчину во своя си джинша вернулся в свою палатку чтобы принять ванну и только после того как свечи были потушены он тихо пробрался обратно в палатку военного советника ранним утром следующего дня джинша разбудил лежащего в его объятиях мухань чжана воспользовавшись первым проблеском света принцы его ванфы оседлались ахая и поскакали к виднеющимся вдалеке горам мухань чжан беспомощно посмотрел на его высочество в данный момент весьма походившего на дезертира прислонился к его груди зевнул и спросил куда мы едем в деревню шанса 3 ответил джинша 3 дословный перевод под горой деревня шанса располагалась у подножия горной гряды дахан хоть она называлась деревней на самом деле ее уже можно было считать маленьким городком поскольку горы было легче обходить чем покорять то со временем у их подножия возник город люди из окрестных горных деревень часто приезжали сюда чтобы продать какую-нибудь редкую дичели прикупить что-то был четный день месяца и на одной из улиц города где раскинулся рынок было необычайно шумно тигриный мех самый качественный тигриный мех красивые тигры с город зынь мех превосходнейший посреди улицы стоял охотник торговавшие тигриными шкурами и его выкрики привлекали многих прохожих так могуч сумел завалить тигра похвалил его кто-то естественно когда тигр поймал кролика и направился в свою пещеру я пустил ему стрелу прямиком в глаз охотник хвастался своей храбростью брызжа слюной это тигрица возвращалась в свое логово с едой там были тигрята которых надо было кормить их согрешил ты когда старуха с бамбуковой корзиной на спине услышала его похвальбы она вздохнула и покачала головой прежде чем уйти уловив ее сетование муханьчжан невольно нахмурился маленькие детеныши какая жестокость зин ша с большим интересом рассматривавший тигриную шкуру услышал рядом с собой тихий вздох зная насколько сострадательным был муханьчжан он обратился к охотнику ты помнишь где находится логово тигра я-то помню сказал охотник переводя взгляд на цинша да только в тех местах нет ни тропинки не ориентира сплошные леса никто не может найти его кроме меня цинша вынул из кармана серебряную монету принеси мне тигрят из той пещеры это первый взнос если придешь сюда через два дня с тигрятами то получишь в десять раз больше не шутите вне себя от радости охотник принял серебро не извольте волноваться молодой господин предоставьте это мне это ведь просто дикие животные какой смысл им сочувствовать мясник в лавке через дорогу фыркнул поднял свой большой нож и стук стук тук тук порубил свинину на деревянном бруске про себя муханьчжан очень обрадовался увидев что сделал цинша когда же он услышал слова мясника то не только нахмурился но и повернулся к мужчине и сказал если детенышей в логове не спасти они наверняка умрут от голода хэм если вы жалеете маленьких зверят начал мясник поднимая кусок свинины то вам лучше не есть этого молочного поросенка иначе захлебнетесь слезами цинша тоже обернулся и увидел крепкого мужчину одетого в долине на голое тело с куском свинины в поднятой руке принц сразу же обрадовался и быстро шагнул вперед позволь узнать здоровяк твоя фамилия ха именно этот человек и был целью их путешествие он был потомком генерала предыдущей династии зинша завербовал его по чистой случайности в двадцатом году эпохи хунчжин свирепый генерал хадада опять 5 да да означает большой нож или палаш очень подходит мяснику генералу ты что же это не можешь прочесть такие большие слова а мясник постучал своим ножом по большой табличке висящий на прилавке муханьчжан проследил взглядом за ножом мясника и прочел мясная лавка хадзи 6 после того как динша взглянул на эту надпись он почувствовал как задергался уголок его губ он изо всех сил сдерживался чтобы не рассмеяться 6 хадзи это название семейного магазина но это также амоним для словосочетания легко запомнить так что получается легко запоминающаяся мясная лавка я ведь велела тебе порубить мясо ты там что собираешься просто стоять и болтать они работать тут из глубин дома донесся полный гнева женский голос вскоре оттуда вышла крепкая женщина с котелком мясо который она с грохотом поставила перед хадада нарежь это побыстрее как закончишь наруби фарш старик ли уже заждался да да тихим голосом ответил мясник еще мгновение назад бывший таким бесстрашным а затем не поднимая головы принялся рубить свинину муханьчжан прождал почти два часа в единственной гостинице города пока удрученный цзинша наконец не пришел за ним похоже тебе не удалось его уговорить муханьчжан пододвинул к нему чашу с рисом и велел управляющему принести еще два горячих блюда когда цзинша увидел хадада он невероятно обрадовался и хотел уговорить его уйти вместе с ними но мужчина отказался заявив что ему нужно нарезать фарш и что он поговорить с ними позже в разгар лета почти в полдень было невыносимо жарко опасаясь что его ванфы и пострадает от теплового удара цзинша велел муханьчжану подождать его в гостинице оставшись в одиночестве принцу пришлось провести в ожидании без малого два часа прежде чем он смог обстоятельно поговорить с хадада поначалу ему казалось что он очень хорошо знает этого человека тот был потомком знаменитого генерала и отличался выдающимся талантом к боевым искусством и военными навыками должно быть ему не доставляло удовольствие работать мясником в этой маленькой горной деревушке кто бы мог подумать что этот человек даст цзинша отворот поворот с выражением лица что ж ты такой назойливый я разбираюсь только в разделке свиней и продажи мяса с какой стати мне идти на поле боя и сражаться не на жизнь а на смерть не пойду не пойду с этими словами хадада просто вытолкал цзинша из мясницкой лавки если хочешь заполучить хорошего генерала нужно быть терпеливым муханьчжан налил мужу чашку воды армии потребуется несколько дней чтобы обойти гору мы можем остановиться здесь на некоторое время не стоит так спешить цзинша запрокинул голову и залпом выпил воду из чашки хах освежает муханьчжан налил ему еще одну чашку отметив что вода не кипяченая а колодезная ее выкачивали прямо из колодца на заднем дворе гостиницы она была ледяной и слегка сладковатой это было очень вкусно я уже выкупил комнату в этой гостинице хэм цзинша набивавшие щеки едой с удивлением взглянул на него снизу вверх дзюн цин ты знал что мне не удастся убедить его когда берешь жену ты должен следовать трем книгам и шести обрядом то же самое справедливо когда пытаешься завербовать достойного человека ты должен быть искренен и использовать правильный метод муханьчжан медленно отпил немного воды но тут есть одна проблема какая нахмурился цзин ша после чего задумался в его прошлой жизни на девятнадцатом году эпохи хунчжин сюда был послан бестолковые жадные уездные судья он притеснял простой лютый не был строк со своими подчиненными один из этих подчиненных приставал к маленькой дочери соседа хао да да и хао да да так разъярился что зарезал этого чиновника своим мясницким ножом уездный судья хотел арестовать его но жители деревни вступились за хао да да бестолковый уездный судья разогнал деревенских жителей кнутом разразился хаос и чиновники убили двух невинных людей что спровоцировало внезапный мятеж в то время цзинша потерпел поражение напав на короля хуайнаня на обратном пути в столицу он случайно наткнулся на это гражданское волнение после короля хуайнаня на обратном пути в то время такой старый риск к окружению короля хуайнаня на сих пор, мне захотела обоих примитых гайдинге. но часто оболковые жители, королевые жители, защиту однозначные что домовый ты можешь жить с одной стороны, скручивая, естественно, мы же не будем мы с вами поговорим с реальным, так и мы вам что мы будем смотреть за нормальным, так и они не помним, но я бы вы Продолжение следует...